прием прием как слышно слышимость в космосе нормальная или как добрый вечер с вами землянин аркадий и сегодня мы играем в легендарную космическую сагу мы вновь возвращаемся на просторы нормандии цитадели и прочих прочих объектов которые существовали в рамках этой франшизы мы вновь ребятушки в масс-эффект гидрить и все это не просто так все это потому что мы потому что у нас есть заказ от к спин дониславич между прочим месяц он его ждал бедный дониславич но я вообще не знаю как так получается то 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 закроем то это то блин к опыта салал чемодан недели предыдущие в общем поэтому и очередь все еще имеется после дониславича еще есть люди которые тоже будут ожидать что-то но мы постараемся все как можно быстрее закрыть ну как быстрее качественно и быстро вот наш девиз ну ладно полу качественные полу быстро вот наш девиз короче вчера я не стримил потому что подумал что хер ли возьму пример с дмитрия бэйла ведь гигабейл под гигабейл что сделал когда у него был лс он взял себе дополнительный выходной чтоб все настроить и я подумал отличный повод чтобы взять выходной ничего не делать и собственно так и сделал ну ладно ладно я не настолько я коварен все равно занимался вчера лсом вот я хоть основное все сделал в субботу но нужно было сделать по оформлению нюансы вид там подвез и обновил штуки которые будут использоваться на ближайшем турнире который завтра у нас проходит и я его хостирую что еще ребятам игру объявил правила расписал ну и так далее тому потом в общем вы увидите вы увидите когда пойдет турнир вы увидите чем я занимался не то чтобы это не феерия конечно как бинга дмитрия бэйла но но тоже что-то вот ну и плюс мы еще там параллельно пытались разобраться что с этими задержками и так далее за два дня объявил ты что ну какой за два дня за одни все они вчера весь день играли в ремонт вик вчера в москве вик сегодня или где она там вик сегодня в москве ведь тоже никто не будет ничего вы что у нас все нормально у нас профессиональный состав разгильдяев поэтому никто готовится не будет я очень надеюсь что они просто поставят игру и все потому что ну с этим тоже могут возникнуть определенные трудности но в любом случае вам я пока говорить игру не буду и вент не буду но скажу что это именно то о чем я мечтал вот я хотел устроить рандомный замес и завтра будет тот самый рандомный замес вот максимально рандомный посмотрим что из этого выйдет уже готовлюсь к тому что меня будут хирососить те кто будут болеть за стримеров стримеры могут проиграть из-за полной херни вот раз они проигрывают из-за полу херни значит виноват ведущий который эту дичь придумал но я все же прикинул и осознал насколько же классно у нас получилось вот эта задумка с переходящим хостом она вроде кажется на поверхности да то есть ничего такого глубокого но за счет того что каждому из нас нужно про хастировать у нас получается нету вот этой вот утомляемости от регулярности скажем так то есть нам одному из нас нужно но каждому из нас нужно что-то придумать всего лишь раз в пять недель и не надо грузить себе голову а что на следующую неделю а что через неделю а что вот это вот это же долбанешься просто постоянно что-то придумывать думать изобретать не так далее и тому подобное а вот когда тебе надумать всего раз в пять недель и у тебя есть 5 недельная кд то есть вот я такой закончу мне будет целых пять нахрен недель чтобы подумать что я там хочу в следующий раз может быть какие-то мысли может буду гулять собакой она будет срать на газон а я буду в этот момент ага вот она величайшая мысль и соответственно никто не должен устать из-за регулярной организации и мы друг друга получается меняем то есть вот денис провел такой все сидит чили дмитрий провел все сидит чили ты я сейчас проведу буду сидеть чили сейчас на измене будут века и джуз посмотрим что они загадают ждем намека какого чатерс чатерса поблагодарить за помощью выборе блин ну надо будет поблагодарить на самом деле потому что основная концепция это то что вот мне предложили под той темой потому что я конечно не знал о существовании этого и благодаря этому чатерсу я узнал о существовании этого хоть это и не то чтобы знаете что то такое то есть возможно вы уже это видели да ну давайте сразу на берегу разберемся завтра у нас ничего уникального в рамках мировой практики не будет нас будет турнир который мы естественно украли и концепции игры будет тоже который мы естественно украли вот но должно быть весело anyway так что похрен веселье того стоит бедные наречки бедные наречки я только единственное что переживаю по поводу технических нюансов очень надеюсь что завтра все пройдет более менее гладко вот потому что единственное что может испортить завтрашний event это технические нюансы я очень надеюсь их не будет ну вернее они будут но не в таком количестве чтобы это было реально критично короче все подят даже не старался придумать что-то уникальное как гигабейл ну уж извините но у меня другой подход у меня же другая концепция моя концепция это сделать рандомное хрючево и завтра будет рандомное хрючево вот я это и хотел и это у нас и будет максимальные страдания если даже в лг не плевался вчера то игра норм ну я же говорю единственный потенциальный косяк который может быть это технические проблемы надеюсь что их не будет я я проверял все в субботу проверял все вчера да они случаются но не так вроде часто плюс я постарался в правилах модифицировать так чтобы если у кого-то происходят технические косяки это не слишком сильно его вот отбрасывала прогресс то есть я попытался это компенсировать за счет правил короче аркадий тоже не лох и лох нахрен завтра все узнаете вот осталось не так души долго хорошие художники копируют великие художники воруют нет нет хорошие художники копируют великие художники это нейросеть так ладно но сегодня у нас значит масса в общем планы такие мне надо потихоньку заказать дорабатывать поэтому мы к ним из приступаем собственно вот у нас заказ от дониславич а то там еще пачка в предыдущую пятницу капнула на тот же к ним потихоньку идти ну и опять же лето делать нехер ремнант вам нахрен не нужен то есть я рад был побегать но но блин я не знаю что вообще это уникальный был стрим в платье того же чад был максимально не заинтересован вообще не хочется в таких состояниях кэш стримить вот так то тогда мне было все равно но на перспективу брать этот ремнант как-то не очень вот по счету всем насрать поэтому лето делать нехер тра-та-та короче закрываем заказы завтра лс послезавтра скорее всего могут и в пятницу кооп с денисом который он вроде как не хочет палить но ладно я не буду палить короче у нас амогусы съехали до с пятницы на четверг а в пятницу у нас другой кооп пока которым мечтает денис вот поэтому дабы ублажить его возможно что его придется очень сильно ублажать после завтрашнего лс а потому что учитывая как денис сошел с ума на бинго даже боюсь представить насколько он сойдет с ума завтра ну короче ладно значит дениславич он в принципе у нас уже давно грезит и мечтает о том чтобы мы прошли mass effect 3 dlc это масс эффект я сплю спасибо дениславич да господи это твой сам я помню что на шейха днях дениславич такой тоже грил блин mass effect dlc mass effect вот цитадель классно было бы а я вода и славич блин да я с радостью но у меня тогда xbox и не было у меня все сейвы на xbox и понимаете вся наша игра мы же прошли тогда три части за марафон или вот проходили мы их на xbox а не изобрели понимаете электроника arts xbox там microsoft короче не изобрели облачные сохранения для этой игры казалось бы хотя у меня куплен mass effect legendary edition в стиме он доступен по подписке в геймпассе и он у меня куплен еще и на xbox я бы вообще прекрасно бы мог синхронизироваться и спокойно играть сейчас компа замечательных там 140 кадрах но хер мне врыло потому что слишком геморрой на для ремастера было приделать что-то вот современное типа облачных сохранений я находил что есть в интернете какие-то редакторы сохранения которые позволяют тебе выставить грубо говоря те сюжетные решения которые ты принимал но я не совсем но мне было лень кэш геморроидцы и понимать как она работает плюс я уже нихрена не помню по сюжету я так в общих чертах что-то помню в общих чертах помню персонажей чуть-чуть события но детали какие-то и то есть вспоминать там кто у меня в какой миссии умер или чей я или какой я там выбор совершил это я не смогу могу лишь сказать в общих чертах что mass effect 3 у нас мы все mass effect проходили на ренегате да парагон это добрый варени гадзло короче мы проходили их на ренегате все же было более-менее нормально до третьей части потому что в третьей части у нас пара персонажей отъехала все таки из-за того что мы чуть-чуть спешили у нас отъехала талии не помню отъехал ли гарус но точно он был до конца но он был финальной миссии у помню короче талии точно помощи талии из тех кто мне был симпатишет главное чтоб mass effect ойд фумас главный чтоб миран дочка была жива она вообще прекрасная как можно просрать гаруса я не уверен что я просрал гаруса я помню что он был финальной миссии может быть мы прослали прострали самару может быть еще сейчас надо понять знаете что надо понять в какой момент нам закручу загружаться я так цитадель возвращение финальная миссия вот ведь 2021 год 29 мая это было два года назад короче это явно финальная миссия который мы проходили так очевидно что делся короче на финальной миссии игра заканчивается играть дальше нельзя поэтому нужно выбирать сейф до финальной миссии у нас есть сейф на нормально но они все блин на нормандии но надо понять по часам то есть вот 9 часов и 8 часов есть сохранение на цитадели гарус умер на финальной миссии также неважно я так понимаю цитадель dlc dlc такое про напарников то есть нам в идеальном мире нужно загрузиться там где мы еще не похерили всех нахрен напарников детали жива где вот это вот все надо понять какой из этих сейф лучше подходит давайте давайте начнем с цитадели не знаю давайте посмотрим этот сейф что это за сейф надо вообще вспомнить как в игру играть так но я естественно выгляжу потрясающе так отряд 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 блин но нам нет надо на нормандию наверно все-таки какой-нибудь сейф который на нормандию ведет так где у нас тут вот загрузка потому что скорее всего я же на нормандии могу посмотреть так какие у меня там это напарники с собой до его прямо перед финалом надо не все напарники dlc в отряде вспоминаем сейчас будем очень долго тупить первые где-то полчаса попытках вспомнить как у нас вообще все тут работает уже два года назад это было решение очков так личный терминал это не то надо после квеста где-то видел грунта блин ты хер его знает где был этот квест и славич как вы по сейвам то это понять может быть данное задание так ё-моё ну боже так мы сделали какие-то приоритеты тучанка бомба стадель биотические добери последний сейф с нормандии не парись но там у нас стали у мертвая скорее всего я боюсь что в этом ну как бы косяк давайте тут посмотрим по по заданиям так но мы сделали приоритета приоритет это по моему задание которые до обязательны да все остальное это сайды штаб-сервера цербер а поэтому возможно что фига он у меня даже какие-то очки есть надо до горизонта проходить сетадель сейчас посмотрим сейчас пробуем значит приоритет горизонт а то есть горизонт надо пройти чтоб то ли была живая была в дел сети придется перепроходить место ее смерть о господи не боюсь что это я уже не смогу сделать квест называется цитадель от блин звучит супер классно хочу цитадель отпуск цитадель цитадель шифры цитадель схема орудия технологии раненый батареанец яд сервера фрагменты кода жнеца доктор брайсон а где найти этот квест а может быть дополнение хотя они этот не то так аркадий прохождение твой не смотрел на получается у него шепард хамло шепард такая вы не представляете шепард получит сообщение личный терминал табирала хакета после выполнения приоритет цитадель 2 а так давайте все-таки синхронизируем ся по данным значит приоритет цитадель 2 так может нам не имеет смысла вы уверены что нужно сделать вот это вот все горизонты марс и тра-та-та может мы загрузимся пораньше где-то или жива все таки потому что она тут скорее всего все ее достаточно рано потерял так отправлены вам сообщения так мой проект так а кто должен адмирал хакет адмирал хакет бла-бла-бла лиара стивен адмирал хакет так о приоритет отпуск на цитадель капитан шепард и определил нормандию вдох на цитадели для проведения необходимого в ремонта последнее время намного повидал ей не помешает особый уход небольшая армия техников ждет вашего прибытия после чего возьмет все свои нагруженные натруженные руки так что они команду с корабля вы все получаете отпуск это приказ еще кое-что в жилых кварталах у адмирала андерсона есть квартира так хорошо вот это нас устраивает это она так вопрос теперь в каком квесте умирает талия кто у нас эксперт по масс-эффектам это приоритет что это как это ее планета была иден прайм протеянин блин вспомнить по название окна это был не марс раннух а значит нам надо загрузиться до ранных а то ли нет планеты ну вы поняли то что они мечтали свою планету сделать так давайте посмотрим вот этот цех 10 часов 31 минут так отряд ой господи отряд данные ниша мы сделали ранных в периодит ранных дредноут готов приоритет суркиш но кстати вот тут ранных еще не сделан и по идее сделано 2 цитадели то есть возможно что письмо должно прийти на этот сейв 3 класс сверху не выполнены спасибо приоритет ранных хорошо так теперь получается что еще раз чеком терминал блин лету надо вернуться на корабль давайте проверим будет ли делся в этом сейве и тогда то ли будет жива так 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 сейчас мастер ориентирования в пространстве меня не запутать не как там кого-то можно поддержать о голос да да на тут где-то жива еще были в идеале до самой своей миссии пройти поскольку тогда и миранда появится блин так может так мне может выбрать сейчас то есть у меня будет то ли но не будет миранда если загружу последний сейф то она вот кстати а наталья если я загружу последний сейф у меня будет миранда наибудь то ли блин это хороший выбор но я покажешь миранда выбрал при может пожертвовать тогда то ли и таки миранда больше нам контента да замутит так давайте проверим по крайней мере проверим гипотезу значит кто там у нас адмирал хакет в рата-та-та-та-та ждет ваше прибытие воде команду с корабля ну все значит и здесь можно сделать этот квест может за спидранит и последней миссии не но у нас и так много времени к сожалению я забыл сказать что мы еще сегодня идем в 7 часов на подкаст поэтому боюсь что мы не сможем за спидранит блин и 4 часа игры сейчас что потом пройти делу си это конечно можно было бы сделать но я что-то не рассчитывал что это не получится сейчас сделать зачем жертвовать талии ради жопы миранда короче все нахрен решаете миранда или талии давайте с кем проходим dlc далее 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 гранда талии 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 ну тут зато за миранда вообще никто не топит смотреть ведь очень всем по херам все просто повелись на смазливый характер вместо что повестись на сочную жопу и биржу с вами не так ладно хорошо проходим стали все квест у нас есть значит он называется цитадель отпуск до цитадель цитадель отпуск норманди нуждается модернизации приведите нормандию на цитадель посетите квартиру адмирала андерс дали тоже жопа щас блин ваши издеваясь вы думаете что я нуждаюсь в экспертизах по жопам естественно я уже давно для себя определил самое главное достоинство масс-эффекта это жопа миранда так ранных омок стали где-то рядом так сейчас надо вспомнить где стадель наверно надо в ретранслятор да что-то вспоминают руки так что из этого цитадель это жнецовые корабли это нам явно не надо а вот цитадель все туманность змея нужно миранда сучка то ли милашка типичная вилка три столько манипулятор шиенев ребят еще раз говорю там у миранда тяжелый характер я так и не понял вообще ее так сказать биологии потому что что-то там ее отец какой-то генетический материал себе залил в ванус и что-то там я так не понял как она родилась но но задница хороша так доктор вы личная квартира наверное нам туда далее похоже на софор кстати да если бы я сравнивал капитана меня адмирал андерсон на сейчас вас подключу адмирал как вас дела не прошел и хорошо капитан да уж как это известил меня по поводу квартиры хочу чтобы она досталась тебе хочу из от нее хочу от нее избавиться вы серьезно тебе нужна гавань место где можно отдохнуть проветрить голову кали хочет чтобы мы обосновались здесь в общем чем дольше на земле тем меньше хочу ее покидать нужно как-то подвязать все концы как и сказал ты мне можешь в этом помочь да похрен спасибо блин квартирку подогнали я не могу это принять я могу спасибо это очень щедро с вашей стороны это практично ты нам нужен в наилучшей форме отдохнувший и собранный как прикажете спасибо и чувствую себя как дома теперь он твой постараюсь приноровиться хорошо давно я собирался это сделать ну до связи салон до встречи адмирал конец связи она искусство выращено гена модифицирована вот я и помню ну конечно блин гена модифицирована такую задницу попробуйте попробуйте без генов получить такую задницу примещение к биографии андерсона так значит нам нужно что для того чтобы квест начать нам нужно отправиться в нормали сделали посетить квартиру адмирала андерсона тоже сделали теперь о автоматическое сообщение давайте посмотрим так еще вспомнить потом какая боевка общем а все но я так понимаю это такое знаете душевное dlc поэтому возможно нам не придется прям так сейчас куда-то блин ляра то сони шепард такой над чем работа хотел бы поля ручку помню блин вот лярочка бесит не знаю он какая-то знаете слишком соевая как от любят говорить всем какая такая прям невинная такая как софа только за ней нету вот этой темной сущность то есть софа она вроде как ангелок но в душе демон неистовый вообще дьявол просто воплоти оляра она как бы и снаружи ангелок и в душе ангелок скучно так шепард на такой эшли вильямс это я помню тоже ничего девчонка так миранда о знал кое-что своей сестре блин сколько же я не сделал всяких сайдов так хочу хочу надо то по квесту дальше это просто серого посредника не проходил но это да или проходив что-то мы проходили во второй части там и сайды ты делали чтобы у меня все выжили в конце тот там сдох ты не проходил делся серого посредника она не такой уж ангелок черт блин отражение так 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 начну в капитанской квартире адмиралской что у нас тут давайте посмотрим блин фига вообще такую квартирку прям да я вообще да я об знаете да я б даже от миранда отказался ради такой квартирки проверить сообщение счет мы не проверили я вроде все новые посмотрел если они каши сортируют спадать а зави девчонок для туса даже турник есть видите игруша хотя увидели этого адмирала явно не занимается на турнике и на игруш не бьет стереосистема мука врубил а где 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 разрывные басы вызвать вот это что вообще вот это на хрена кому вдоль тона для чего вот вру что это просто любоваться типа и все или слышать как бурл бурлит поилка для кота реально поилка для кота у меня была похожа поилка для кота только была в 50 тысяч раз меньше плюс была такая коробочка где водичка капала сырость в доме но хера смотрите целый этот какого господа камин камин вот причем видимо настоящий раз тут бревна лежат двусторонний камин вы прикиньте хотя сюда лучше телек бы зачем сидеть вот на этом диване и смотреть на камин лучше уж телек так ну пианино кей это в любом пафосном доме должно быть чтобы делать вид что ты великий знаток искусства это вообще издалека выглядело как бильярдный стол но это не просто стол но выглядит как бильярдный стол типа бар да неплохо неплохо наконец-то шепарда хоть кто-то уважил меня больше всего бесило потому что меняйте история шепарда эта история меня в амогусах потому что шепард он сколько три игры на хрен говорит всем ребята ситуация серьезная жопа полная жнецы придут всех от имеют а все такие ха-ха шепард соси да могут шепард мы не верим он такой смысле не верим угорю придут жнецы все конец он такой неадекват вот а потом короче приходит жнецы в третьей части да уже прямо вот на пороге стоят уже всех херачат уже все должны понять что шепард все это время был прав и он такой ну теперь мы наконец объединимся и дадим люлей жнецам все такие ну конечно же порт да да сейчас я прям так побежал может сначала поможешь мне решить мои проблемы может сначала поможешь этим блин забыл как их зовут на р короче вот это раз может попробуешь им самку найти может быть может планету для народа то ли найти может еще что круга да точно круга вот для крогана в самочку найдешь может это а может потом мы тогда так и быть с тобой поговорим после того как ты еще нам чем поможешь учил они уже на пороге вы бесите встретимся в баре джек студенты зажигают так что только держись они работают короткими вахтами так что нам часто выпадает отпуск на r кроком я сказал на cr вы просто не услышали когда будешь следующий раз на стадель и заходи в чистилище я если не взрывая все на хрена поле боя обычно сижу там джек так но это нам то что надо да по квесту смотрел фильм не смотрите вверх да вот не смотрите вверх это же тупо про меня сегодня вышла нарезка подыха на канале с нарезкой можете посмотреть это тоже нарезка где я тоже был понимаете уже сразу было понятно что я вычислил его но никто а нет это не она но никто меня не поддержал понимаете опять опять вот когда надо это игры шепард это тупо я вам о гусах тупо я это моя трагедия так а вот отпуск джефф мора капитан я хотел сказать вам что когда у нас будет следующий отпуск на цитадель я возьму с собой сузи в чистилище если вы присоединитесь к нам и своим присутствием снести градус безумия происходящего буду признатель вот джокер так все вот это она значит теперь надо в чистилище да я не помню если тут построила сейчас будем разбираться ты их раскрываешь на не умеешь убедить других ребят я превосходно могу убедить но вы должны понимать что для этого нужно просто людям начать мыслить на моих скоростях они не успевают да это не то да как это тоже не то блин там записано отпуск нахер чел говорит погнали чистилище побухаем твою мази это не то я же тяжело быть легче отпуск в реальной жизни привести он у шепрад даже игровой ноутбук так rex linron для рота sony одред стивен хоккер все сейчас прочитаем покер где чё по ужинной со мной в суши баре ну все бескорбное решение последние сведения буду задали отпуск в 22 веке стримеры почти захватили разум и людей от чего человечество чуть не погибло так как не могли оторваться от котель а вот суши бар и что начало положила группы с млс лс это конечно лучшее что случалось я думаю даже расшифровку стоит такую взять л лучшее что с случалось так прядь шепард есть несколько вещей которые вам нужно обсудить пока нормандия на приколе я думаю мы с тобой можем встретиться в суши баре и руси и в нижних районах говорят от лучшее место все ну теперь это точно отпуск начался она резко последнего лс будет да вот сегодня как раз наречик сделал но я уже дред хангер вы вышел поэтому на по-хорошему надо хотя бы завтра хотя бы завтра выложить так все лифт использовать погнали кстати орчи вчера дэн напугал что такое выбрал для лс прям такое если честно больше всего за denis переживаю знаю как короче denis он понимаете он стример верни просто стрим он человек такой достаточно педантичный и консервативный если что-то вдруг выбивает его из зоны комфорта все это его ломает понимаете он очень ему тяжело даются всякие стрессовые ситуации внезапно накатившие а завтра весь стрим будет про это то есть весь стрим поэтому я очень переживаю за denis если честно а капитан шепард 2 что ли готов что пенца будет они сказали что ждут больше пятницы чем среду конечно не ждут больше пятницу чем среду души им насрать на мои вообще все эти потуги на мои труды на все мои усилия прилагаю лишь сидят и киров были на что-то моргчит мульти да и похер давайте в пятницу почили все одну вику люблю их ненавижу всех так вот кстати мои кореша все здесь все сборе самарочка гарус лярочка лох за умный меньше кстати не помню глухать не лох за умный 2 часть мы единственные кого слили на суицидной миссии это вот вот этого чела но вернее его как бы прародительный то есть он аналог того чела которого мы слили а это просто рандомные челы твою мать я думал это мои ребята уже сидя блин и ты правда рандомный чел мордит блин и ты правда рандомный чел ахер лень таки одинаковые так похоже на о боже все такие рандомные джокер прядь шепард неплохо да сразу видно серьезное место один француз на входе чего стоит всего-то и пришлось два раза спасти галактику чтобы заказать тут столик видел какая очередь ну вот я здесь сижу и пью лучший пилот во вселенной еще и рок-звезда с нормандии новости есть да там техники сейчас трудно привыкнуть что по моему кораблю а то есть по твоему кораблю шатаются какие-то типы не просто давать кораблю в чужие руки не хочу чтобы ее трогал кто-то кроме меня что-то двусмысленно прозвучало для тебя нормально но так ты мне писал что дело срочно что случилось я писал я от тебя письмо получил вот и пришел что за я ничего не писал капитан разрешите попростите дела альянса капитан это срочно вот же дрянь еще даже закуски не подали капитан шепард что я штабный аналитик майя брукс альянс простите разведка альянса вас кое-кто пытается убить ну мне кажется он в курсе нет я не про цербера жнецов я про других есть другие они это кто-то взламывает вашу учетную запись каналы связи личные данные охота идет конкретно на вас зачем проклятье ну я настоящий ренегат это не зря ну все капитан разозлился все по порядку что за дела простите на вас не заказан столик добрый вечер дамы и господа позвольте разнообразить ваш сегодняшний вечер актами насилия нормальный у них цитадель защищена стой там я выхожу джокер мой печенка моя проклятие ищи команду я иду за ней команду команду искать да как же он крадет фига использовал меня приманку вперед блин это точно я вам о гусах я точно тот же и вечно всех использую как приманку о шепард это такой я еще два года назад до всей этой а могут совской суеты я до конца не понимал что шепард это я но теперь я понял что это я так что надо вспомнить это какой-то стал значит но у нас вроде блин я помню как это у него белка была что какой-то он на херачил как сумасшедший так это я щит выбиваются хп это подписчина тебя мы уже не от войска за жирные благодарю за за подписку им бустим три месяца да что команда так вспомнить как как юста белку перезарядить о вот на y белка-то я помню было имбовый ли нам не боеприпасов нет господь а где боеприпас то хотелось пошутить но не буду но где боеприпасы я думаю фраза достаточно знаменитая чтобы вы так могли до дошутить шутку которая была у меня в голове командор командор так до ядрёна ваш откуда до заткните нахер тварь ходит орать командор командор блин соткнись так но вы сдохните нет ублюдки сколько можно еще не добит бесконечности будут спауниться командор заткни пасть свою пасть они будут спауниться бесконечности понятно смысле а как я должен стать если вы сразу знаете где я сижу так все командор о нет смысле а как она меня так оттолкнул что сама подставилась под эту пулю очень странно на человек-паук начался могла просто толкнуть такая получается меня оттолкнула сама при этом встала повернулась и четко под пулю короче очень странная на тело движение сделала ладно хотя бы более-менее боевочку вспомнили на брать тут несложная это в предыдущих мосфекта к этому более замороченная было особенно в первом командор я нашла защищенный терминал на блин лучше некуда блины лишь застрелили он все равно трендит теперь брукс вы ранены персовый переборщили так могу я помочь ну с чем-нибудь известите с ббц я пищевых понятно так ага хорошо значит на правый стик можно я могу прыгать могу хера какие тут нарезаю трюки жесть я крут так она please move to save location вот что я делаю с вами ребята мне плевать что старые температурные датчики все еще работают установите новые по всей секции у клиента есть разрешение на работу что охренеть разрешение на работу есть блин у всех нахрен и что теперь работать надо что ли на той стороне есть аэрокара может туда доберусь проверьте окрестности транспорта нет пищи нет прачечная это стоянка аэрокарта летите туда на шаттле я доберусь все поняла спц похоже там все перекрыло короче шаттла могут возникнуть сложности не сдавайтесь брукс да кстати на связь не выходите если только со мной канал взломан наверняка вас так и нашли а кто они такие не знаю но вы им похоже не нравитесь да я уж блин понял подготовился к завтрашний вылаз да все все сделали что возможно чуть-чуть еще последние штришки вид свой несет и все и просто чильте я боюсь знаете упущу слишком много интересного завтра поэтому скорее всего вам придется пересматривать все четыре стрима потом еще иначе вид знает что будет на лс на кстати не помню знает ли он что будет на лс нет но вроде обсуждали хотя хотя не помню больше ты знает потому что не знает что он не хочет убирать вонючий прицел так оба блин а можно выйти из режим прицеливания как-нибудь счета нажать так не не знает что он не хочет убирать вонючий прицел что я тут бегаю ты с ним ведь все покликал прячьте чтобы избежать обнаружения отлично так ладно все-таки придется поставил сеть можно но хаза как на иксбоксе дуна вслышишь просто что за люди такие как вы это делаете это все потому что опять стелс механика через жопу когда я палюсь целся значит не я плохо стелс плох уйди отсюда было бы странно если по мне заметил еще забыли я или я король стелса я восьмибитный лысый король стелса мало богини джокер объяснил мне что случилось я иду пешком наскоро буду а простите это кто вы говорите по открытому канал и подвергайте опасности жизнь капитана шепарда опасности кто это спокойно джокер ведь говорил об аналитике брукс это она так уже лярочка пошла мы не производим ничего со вкусом крогана или жарина хазари таким бизнесом мы не занимаемся пожалуйста при составлении заказа используйте только информации из официального каталога сейчас я попробую все-таки убрать оружие а вот чем не есть оказывается оглушающий выстрел напор адреналин есть дезинтегрирующие патроны и не все равно хз я все прокликал больше кнопок не бывает на геймпаде так нормально у меня как раз походу эти патроны активированы судя по то что они все горят в вашу мать простите я не был готов к стелсу о боже а кто стреляет это не могу блюдок даже не ублюдок просто блюдок мне бы отхилиться думаете легко целиться с геймпада но радует что я хотя бы хотя бы без задержки играю потому что кстати вот что что знаете а эльгатовские карточки хотя бы со стримингом с консолей справляются нормально то есть поаплодируем эльгата задачи счастливое детство сейчас мы как раз нее игра рад это слышать дела идут неважно постараюсь изобразить у вас узи она тоже в айфу блин я вспомнил сузи это что-то искусственный интеллект о боже какая же она сочная тоже блин как же как же хорош масс-эффект я все еще не понимаю как на геймпаде в принципе играть шутеры ну скажите отклад ющиком у которых большая часть аудитории геймпада нос и слэш консольщики что тут скажешь с геймпада в принципе нормально просто просто хорошо когда в игре есть ассист для геймпада вот когда нет ассиста это не очень хорошо например в играх ноте док мне совершенно не нравится играть с геймпада там никого ассиста нет надо выцеливать все самостоятельно сузи тянка джокера до джокера тапсос джокер всегда номер два капитан на корабле один понимаете я джек на хрен воробей а джокер это это блин капитан барбоса я капитан я командор на хрен даже это пока не командор вот будет у меня еще одна нормандия почти не хотя учитывая что одну нормандию мы уже похерили то можно считать что у меня было две нормандии значит я уже командор как-то не очень-то безопасно прислонился так ты теперь он какой-то снайпер вонючий а у меня точно нет хила никакого первая помощь исцеляет восстанавливать часть дорог капитан написано 0 сквозочная граната крио патроны какой-то билд собрал стой стой ты куда бежишь думаешь я не вижу я вход сыграл там эти зератулы и новые постоянно короче выработали у меня уже рефлекс отыскивать таких стелсеров великих вот только бесит вот это говно который постоянно подлетает поражаетесь сами со мной один на один что попалась мразь взгляд этих прошеки ребят вы должны понять мужчины всегда соревнуются за женщин это то что нас не объединяет но в то же время объединяет поэтому поэтому вы должны брать джокер это мой конкурент на пути к вайф очкам я зарабатываю кредит у меня свой корабль я спасаю галактику жокер всегда будет номером 2 как и как вам мои кувырки профессиональные идти до парковки всяк уже что есть все в до слоума нужно успеть успеть навестись джокер откопался мой топ вайф это да вот именно за это я его и ненавижу можете его любить но но понимаете он спит с моей сузе вот как бы он сузил наш получается этот наши перспективы дружбы с ним он спит с нейросетью осознай так это наоборот вы представляете если нейросети уже умеют там рисовать музыку делать короче видео даже генерирует присоединяйте как они будут в постели себя вести вы вы представляете что это будет за вообще жесть а как же миранда по матросил и бросил я ребят я ребят человек простой я просто распространяю философию гаремов вот я понимаете я же капитан нахрена нормандии спаситель мира могу я себе позволить небольшой гарем чик у меня есть деньги власть влияние я могу сразу осветить себя нескольким женщин будь я обычным стримером естественно у меня бы не хватало времени даже на одну но поскольку я капитан нахрена армандии спаситель мира обеспеченный человек вы видели мою квартиру у меня там может где-то четыре девушки жить сразу мы берем короче миранду берем сузи берем ли арочку то ли и шли берем их всех и просто поселяем гарем шепарда гарусы еще берем естественно как топ вайфу не задался денек шепард вот посмотри можно сказать и так посадочная площадка недалеко но там ворота закрыты поищем панель управления мне нравится твой костюм панель управления ясно а самарочку забыл еще самарочку блин большой гарем получается но это на каждый день недели получается по женщине классно классно замечать а джек еще блин я забыл но джека ну джек тоже кстати можно в гарем она такая понимаете девушка с характером с такая домино доминанша то есть это тоже может быть такое настроение вот течение недели например в понедельник ты доминатор и ты с ли арочкой например воскресенье ты такой устал уже неделя была тяжелой и ты наоборот хочешь чтобы над тобой доминировали и ты джек достаешь из загашника так что вот видите получается все хорошо миранда где-то в среду как раз вот в середине недели не туда не сюда отойди секунду здравствуйте вы можете открыть ворота ведь повелся тоже на девушку спасибо так и я могу миранда достойно минимум двух недель но мы по-моему нашли мы по-моему в гарем собрали 6 девушек поэтому до миранде можно выделить два дня как знаете фаворитки поскольку она наша феевочка мы ей дадим два дня в неделю пример среда и пятница а выходной блин и правда все-таки гарем это очень напряжено так выжить а зона эвакуации какой скажет он нам вроде открыл дверь а дверь то где было вроде куда-то в эту сторону что я опять мечтал блин о своих этих гаремах и в итоге вот все пропустил ты на кому нужна миранда когда если ара мне мне а вот она же подсвечивается на прогаде можно плюс громкость а то тебя плохо слышно меня игра просто тихо я ничего не могу поет хотя может быть здесь стоит не максимально громко еще проверить а это rex это сарказм арка что я понял что и сарказм игру что я не могу игру сделать громче она тихая сама по себе rex rex а ты что тут делаешь да так ловимся с советом насчет расширения кроганов так о я профессионал rex не сын о господи или на 5 жокер занимает эфир фильтром через об с можно я знаю что можно фильтром через об с я начал железки покупаю нахрен дорогущие чтобы фильтром через об с все вот вам звук на максимум не стоял и будет чуть погромче и чё вам тут слышать опять же стоны миранды значит ты любишь только увеку . . . . . как же план как записаны передадим ей выдвигаемся зима военком я опять же плане тоже в гарем поместим все нормально сначала я говорю говорю почему у меня нет гарема в реальной жизни потому что нету влияния и денег понимаете вот чем проблема я же говорю пока я обычный никчемный стример я не могу позволить себе гарем гарем можно позволить только когда-то уже король мира вот на законодательство не мешает ну еще а а чем мешает законодательство строить гарем уже не обязательно жениться на всех устрой гарем все и порт у меня тоже причин конечно так что ребята сейчас промежуточный этот этап я сейчас постримлю прославлюсь вот это все завтра проведу лс после этого естественно пойдут ко мне бесконечные предложения коммерческий успех придет вот после завтрашнего и леса и дальше там до гарема уже и рукой подать да нам надо уходить все час 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 этого надо поднять я пытаюсь мужики мужики я вынужден бросить их все простите вот я ляру подкинул все попрощайте ребята видите как я забочусь о своем гареме мы не лишились ляры она стоп до жива тот будь и объяснит что тут происходит что это были за наемники такие вооруженные до зубов летающие на шаттлах сбц не знаю впервые их вижу и как вы только выжили у них же были винтовки и гранаты а еще и дроны эти так брукс если уж началась стрельба значит дело серьезное вы сможете продержаться достаточно чтобы мы во всем разобрались мне говорили что потенцилин может действовать на нервы а если еще учесть что я работаю в офисе в меня никогда не стреляли как вы вообще в это ввязались я анализирую данные для разведки альянса борюсь подделкой офицерских удостоверений чтобы например никто не мог пройти в ночной клуб по адмиральскому пропуску если этот адмирал сейчас воюет на тучанке я написала отслеживающую программу здорово вышло я назвала мистер печенька урокс мой простите короче мистер моя программа обнаружила уязвимость вашей системе хранения секретных данных и скоро через нее уплыли все ваши данные личные дела команды доклады по заданиям все из каких-то пор хакеры ввязываются в перестрелку вы подумайте что могут сделать преступники если у них будут коды доступа шепарды или даже коды доступа спектров поэтому они не хотят вас убить шепард чтобы никто не остановил их до того как они нанесут удар твою мать опять отпуск отменили похоже на то наемники времени зря не теряли ладно есть идеи чего начать возможно ты у них забрал пистолет такой крохотную так сильно бьет в первый раз вижу подобное кстати да пистолет был топовый я тоже дай посмотреть может быть удастся что-то раскрыть можете попробовать но учтите я еще ничего не нашла к по я очень глубоко я не сомневаюсь глиф сортирую данные для анализа доктор от сони спасибо все ли работает а что насчет остальной команды да что там с этими лодырями джокер весь в работе я смотрю нашел вам тех кто любит когда в них стреляют разрешите взойти на борт капитан шепард ты уже популярен не прибедняйся зеленый прохандей да и плане тебя отцом назвала на коллабе свалой он когда в чуваки лучше чем хисус и одобряет чуваки мне надо не чтобы не знали чтобы меня превозносили хотя даже нет я не знаю понимаете это тяжело сформулировать тяжело сформулировать критерии известности вот короче давайте так сперва нужны деньги все начнем с денег раздобуем деньги а дальше известность я сам себе намочу я могу как илон маск покупать блин twitter и переименовывать их и и все и все будут и так обо мне говорить не важно что я делал понятие деньги важнее чем известность уже за за деньги ты можешь стать известным спокойно творя всякую дичь так поговорить членами отряда так но с кого начнем а где все еще где где то ли то ли то ли то ли вот она дайте не поговорим во времена паломничество я ходила вокруг этого суши а там вообще есть еда нормально слишком рабовой ну у меня него xlr простите вернем есть бы xlr но он отдыхает боже мой какой хороший ракурс а то то есть фото режим а есть ну как ну какой джокер ну как вы можете влюбить после этого объясните мне как вам еще он может импонировать когда он у нас такое отжал вы понимаете вообще да чат вы готовы вот эту чудо-женщину отдать ему нападение на ресторан стала сенсацией потерь среди гражданских нет но много жертв среди рыб мы рады за джокера я иду в слоу так хорошо что лиара этим занялась если кто-то и способен прошерстить город ну дятины отыскать единственно важную зацепку то это она ну и шли она понимаете шли и шли она будет меня в время так знаете чисто когда вот хочется чего-то такого приземленного когда вот все фетиши в голове заканчиваются и ты такой блин хочется чего-то найти обычного такого нормального вот вот появляется эшли ладно может позже когда все закончится и утрясется мы поговорим насчет этой истории с приманкой да блин смысле приманка это топ против телохранителя крогана нет приема был у меня похоже приятель как-то ну то есть не то чтобы приятель скорее заключенный который нам помогал долгая история и я про что брукса на ничего себе как думаешь у нее никого нет хуже чел вообще без бы забирай брукс брукс я в гарем не беру шепер такое что нашла мы можем собрать команду когда ты будешь готов брукс мы не берем а слишком болтливы есть кое-какой прогресс хочешь я созову давай есть наводка я кое-кого попросила отследить пистолет следы вышли на владельца казино элайджи хана подозревают что часть прибыли он тратит на контрабандный вот ввоз оружия на цитадель сразу после покушения на жизнь шепарда хан сделал интересный звонок я не хочу больше иметь с тобой дело и возвращаю твое говно а почему проблема а ты включи экран если я продаю оружие то я не хочу чтобы она светилась в новостях но вас через меня не выйдут оставь наш договор расторгнут а если вдруг решишь на меня надавить мне есть на тебя компромат ждет не дождется эфира так что и ты подумай конец связи так вот каков наш вор кажется у него есть имитатор документов такую штуку нам очень бы хотелось иметь нашлось что-нибудь на наемников которые на нас напали это частная военная компания кат-6 как многим из вас известно в альянсе так называют увольнения с военной службе по статье у многих там криминальное прошлое злоупотребление стероидами и прочие милые шалости нанял их явно этот вор а не хан звонком конечно вышло впечатляюще как ты смогла так сделать пришлось задействовать биометрические данные оружия соларианскую разведку и ханарскую проститутку да нет но правда там очень скучно блин проститутку так тоже гарем захотелось я надавлю кто бы там ни был хан нервничает достаточно чтобы спустить собак мы можем давить на хана легче сказать чем сделать у него в казино есть убежище там он сможет затаиться сузи может дать нам программу для взлома замков но камеры и охранники все усложняют да хан мог исчезнуть а то и чего и похуже если его охранники откроют огонь могут пострадать невиновные вот как я она права пугать его нельзя это опасно зайдем тихо малым отрядом без пальбы доктор сони сегодня вечером казино будет проводить благотворительные что-то там купи нам билеты глиф а потом дай план здания ага и так близко тут можно пробраться убежище черного хода обычно нет вот эта шахта обходит системы безопасности и выходит в хранилище там можно отключить камеру у дверей убежище слишком удобно в шахте обязательно будет что-то полезно думаю я придумал как с ней разобраться когда проберемся внутрь смогу сказать определение кто пойдет в шахту нужен кто-то маленький вы услышали или слишком много жареных воренов ел подозреваю что за схемы в моем скафандре засекут сенсоры мое присутствие в казино вызовет подозрения потом туда нельзя ведь у них могут быть программы для нечестной игры вам нужен кто-то и кто не будет использовать технологии без электроники без металла только не обнаруживаемые полимеры у нас были курсы взрывного дела мы обезоруживали бомбу пинцетиками нам сделали бомбу с кремом для бритья отлично пойдете вы что вы же сами сказали у вас у нас слишком много техники да я я же умудрюсь попасть под пулю когда просто с вами говорила как по-вашему мне проникнуть со взломом в убежище вы не будете одна до полимеры да нам нужен герои за томик hard да план готов брукс берите все что вам надо и будьте готовы ну раз с этим решено то остается одна последняя преграда какая вход в смокингах выбор спутников то на кого мы хотим любого за джеймс это я даже забыл что он существует в игре прошу что игра мне напомнила можно вспомнить что его и нет я века чел из dlc да все негодовали что его типа не давали бесплатно или тем кто не купил dlc бери рекса до какого рекса уже с ума сошли я хочу хочу смотреть на красавицу в платье я вот думаю эшли и лилиару взять талии лилиару бери так мне надо брукс взять я не могу ее не взять а сколько напарников могу сеть так какие скин щеки есть у ляры а вышли мне кажется вот этот костюмчик ей подойдет я думаю тут только одного там будет платье блин платье 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 на ком лучше бы платье на лиаре или на эшли тоже надо подумать рекс понимаете ребят мы займемся рексом обязательно займемся рексом с лиарой например мы займемся рекс ладно беру лиару короче хер ли думать хочу посмотреть как она выглядит в платье шепард выглядишь практически идеально что лицо картину портит это лицо может остановить жнеца шепард него есть свой шарм как вы можете быть так спокойны впрочем вы же бегали под жнецом когда он дрался с молотильщиком тут то вам что было расслабьтесь брукс это так точно блин еще вспомнил что было чвих которая озвучивала тринити как раз вот из этих вот забыл как раз у зовут для лиаров скин так лиара пара к негодяям не смотрит на брукс ну брукс тоже кстати вот такое бы платье но не брукса аэшли вышли сливой не шли а ляре у ляры слишком длинное платье понимаете а у брукс вот прям хорошая ничего для чего пойдемте в бар потусим что будете пить что-нибудь полегче не хочу чтоб меня шатала тогда тессианский храм а у азари напитки легкие ну не все мистер хан сказал убрать из меню кое-какие напитки тоже азарийский но с ног валит моментально блин у них напитки выглядят как знаете как колонки джи би эль ну модные которые переливаются капитан что-то там наверху в смысле я не успел потусить меня уже наверх зовут вот мрази не дали потусить нам азари все вспомнил медуза люб фу ребят во первых я горем и к именно так зовут обладатели гаремов так что я горем и к у меня здесь и медузы и все кто хотите вообще на разные ну верни как хотите вы-то хотите но это все мое так что вот так брукс все все так как мы и думали на решетке сигнализация придется взламывать вот это линза резонансного излучения через нее будет видно сигнализацию и провода отлично я прослежу провода до распределительной коробки вскрою ее и все замучу ну неплохо так о о халфай фаликс я помню была такая же херня помните с этими проводами угроза безопасности все чисто общаться тем более да вы забыли по лору жазари они ж типа мы не знаем как они выглядят на самом деле мы их все видим по-разному так что это мой фетиш тентакливый за монет камеру я понял так и как прогресс взлома так все теперь бы ринка так все отлично решетка открыта и залезаем притворитесь пока что гуляете разве они по-разному выглядит ну типа неизвестно как они выглядят потому что в них и по каждый видит счета свое насколько я помню этот кусок лора да не по-разному их все видят просто каждая раса находит в азаре что-то привлекательное для себя теперь пока да я например нахожу в ней привлекают жопу эти базари конечно увлекательны уникальны так давайте пообщаемся наслаждаетесь приемом это молодежь гуляет а я пью сегодня ринкол со льдом однако не самый легкий напиток я только что лишился серьезных денег а так хоть пережить легче может вам такси денег дать они я не об этом вы слышали о взрывах на заводах с гелием 3 да да чё-то было не говоря напрямик больших часть была моей да не него не а вранье это азаре для всех одинаковый кто-то в раз диалоге плохо слушал так чат я не понял вот такие умные значит если вы такие умные изобретите нахер в машину времени переместитесь во время на два года назад в 29 блин мая 2021 когда мы играли в масс эффект придите в чат тогда и напишите мне правильный лор вас не было тогда я верю тому я верю тем чатерсом которые пришли на стрим два года назад поэтому раз таки умные быстро и перемещайтесь простите мне кажется в мужском туалете кто-то принимает наркотики чё вы еще ствол знали красный песок центр у нас в туалете наркоман нарушение пытался что-то сделать пока неизвестно иду на задержание мы разберемся сэр благодарю вас этого вам вечера спасибо капитан посмотрю смогу ли дойти до убежища а я снова смешаю с толпой не торопитесь мы доберемся до хана орга вернулся в прошлое но это не изменило настоящее создало параллельную реальность да там бутербург наверно заказывает феникса пока на каждом шейха дне а черт это это реальность такс что мы можем зайти дать пообщаемся с вот этой дамой здравствуйте я элспит муррейна баллотируюсь городской совет района закера вы там живете у меня не все гладко с политиками а у кого гладко потому-то я и баллотируюсь мне надоели лидеры связанные с террофирмой району нужны здания для беженцев нужна охрана нужны рабочие места все нужно если меня надеюсь поддержит элайджер хан то я все это району дам 6 в рифму сами накачали меня лжелором а теперь спорят со мной вот вы виноваты во всем хочу балдерзгейт также проходить вы я уже сказал миллион раз мы не будем проходить балдерзгейт мы поиграем балдерзгейт на старте да поиграем но мы не будем проходить балдерзгейт уж у с ума сошли на 80 часов рулетка руководство по игре да похер чё я не умею рулетку играть что ли я ставлю на восьмерку красных все на восьмерку красных поехали так близко так ладно восьмерка красных мне повезет давай давай крути ты нормально тварь на 5 вот в двух шагах скотина нет восьмерка красных я чувствую какой 00 у нас блин за этим на хрен вы блин случайно стал на 11 ладно ща крутанем опять 0 до какой 0 ну кстати да это похоже на восьмерку на боку так восьмерка красная я не уйду пока мне вы не выиграем восьмерку красным шестерка уже рядом я чувствую сейчас будет давайте восьмерка красная тройка это почти вот одну черточку и будет восьмерка дарка что не бейл был бы тут пока дабы выиграл 17 красных наверное одноразные числа а вы реально пытаетесь придумать систему при игре в это чуваки люди придумали теорию вероятности для того чтобы обузить азартные игры вы понимаете и знаете же каком выводу они пришли нихера это не поможет все равно и в итоге теперь все все плоды теории вероятности юзу для других вещей девятка уже рядом так так семерка ну видите считать карты в покер и работает потому что в покере есть не рандомность определенная там вообще теорвер ни при чем хотя но там можно предсказать вероятность выпадений нужны те карты теоретически на инсироте особо ничего не даст сейчас будет ребят давайте еще жить что такое то порк ты когда договорил что если будет у тебя казино на стриме то все плохо и ты скатился ребят если у меня будет казино на стриме значит у меня наконец будут деньги на стриме вот важный вывод который надо делать бэйлу еще в первой части поверил совету у него галактика была готова к жнецам да я прям представляю эту игру бэйла короче он приходит в тот суд помните где стоял у дина и другие судьи и он так говорит ребят типа жопа жнецы все-таки блин и правда снаряжаем флот объединяя обзваниваем все расы короче делаем межгалактический флот оттуда отражаем нападение и все вот таким вот образом таким вот стратегическим образом мы да я не понимаю ну серьезно так здесь 20 сейчас 21 вариант да значит 1 21 что выпадет наше число это нам надо сколько прокрутить чтобы вероятность приблизилась к 100 процентов и что хоть ладно все нахер короче что-то все эти казино буллщик но нет мне прислали счет у меня тут датчик давления детектор препятствий их отсюда не отключу или они где-то так слышно брак стейпур это всегда 1 21 я сказал при каком количестве попыток вероятность выигрыша стремится к ста процент выше думаете в аркашу подловите на базаре гнилом что ли отключить пару сенсоров я не знаю это но нет а вот сенсор но мы в этаже блин меня заметил охранник виде себя как обычно уйдет обожаю рулетку с ней каждая минута круче следующий вы не видите в этом нелогичности а так вы из этих доттеров бросьте изъяны бывают даже у бриллиантов но от этого они дешевле не становятся миса вы где учились а в онлайне на курсах можно брать любые курсы за одну ответственность развивается 6 видите чат будете по курсам аркаша учиться будь в казино блин рулетку крутить и еще жизнь у ваших ног будет новый крутой отлично мне как раз нужно мнение простого народа так подключить пару сенсоров но я не знаю я отключил тот вроде же отключил давайте поищем какой этот здесь короче hitman какой-то начался так все камеру мы взломали твою мать опять заметили завтра сначала фонд помоги мечте а потом издачи крови потом лагерь беженцев и визит в больницу да вы прям профи стараюсь мисс риот считает что мы в долгу перед теми на 10 10 попытках шанс получается 38 6 процентов на 100 попытках 99 и 24 вот видите еще херня вопрос так отлично она отвлекает один момент моим я свяжусь наблюдателями как отлично все брукс пробуйте отлично мы отвлекли его реальный hitman так все только где взять столько денег забыли я капитан шепард у меня много денег и влияния линдер что за говно не того охранник отвлек скучно вам без меня до конец и для шутская тема захист так где охранник у вас голодный вид тут у издеваешься надо мной мразь я уже задолбался говорить с этой дурындой даже не общаются так лярочка дорогая моя отвлеки пожалуйста этого чела все отлично слава бог и сейчас у прохода на склад пора взламывать замок а с дружней там брукс 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 чтоб тебя капитан что случилось инфракрасный лазер подключен к бесшумной сигнализации его не успела отключить шепард я свяжусь с охранником и скажу что это ложное срабатывание но вы должны остановить его раньше чем он найдет брукс так все я бегу пошли в 21 сыграем чела вы не представить сколько денег потратил и успокойтесь я тут пытаюсь сделать три вещи сразу сбору слушать сур мы проверили срабатывание сигнализации дам чисто ложная тревога узнаешь кто и включила после смены ко мне их в кабинет теперь с вами а вы чё хотели простите так вы охранник а я думал вы мой друг у вас костюм такой же приятного вам вечера пусть свободен брукс спасибо капитан я посмотрю смогу ли дойти до убежища так могу тусить как же грустно быть в гареме орка всю неделю для него шутки придумать он те за это один раз просвоит шаурмичного смысле просто сводит в шаурмичном разве это не то чего хотят женщины раз не об этом был фильм с малым гибсоном которым кстати играла актриса которая озвучивала или которая шли вильямс не честно руку вы не представляете насколько были но опять джонсон и шли джонсон почему я путаю вечно фамилии у меня как это херня с фамилиями в последнее время вечных путаю так пойду еще пообщаюсь вильямс на корабле у тебя серьезно это вешли вильямс жесть вот так жизнь перемешалась на здрасте дорогуша правда здорово тут я уж боялась никто не придет трудные времена сплачивать нас я очень сочувствую людям если вам нужно где-то пожить или еще что-то вы мне скажите спасибо мне есть где жить сейчас а раньше не было где дорогуша вы молодец что справились люди такие стойки не зря они говорят терпение и труд все разорвут все передрут ну да а я что сказала джейс как же ей нравятся люди как и фамилию фишки века скульптс и софа картер это точно так а ты кто юрист и я потом позвоню тот потенциальный клиент наслаждайтесь приемом да здорово просто тут еще потом будет выступать огнеглотателя над кварталом там херня разве фейерверки будут гореть на новый год горели не знаю как это вышло насмотрелся вообще отпад так ну чё 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 смысле сколько можно время тянуть я же все сделал о вот наконец так на сейчас наверно вам остается пробраться ко мне и по ту сторону отворот отлично вы взломали ту камеру моя сторона отключена а ваша все еще нет надо скорее закончить пока кто-нибудь не пришел держитесь иду к вам так сейчас как пожелание для лс пожалуйста заходи к ребятам почаще ребят у меня будет специальная механика на моем лс чтобы заходить к ребятам почаще но поверьте что завтрашний лс и можно будет просто наслаждаться издалека даже не обязательно будет с ребятами говорить очень нужно мне сделали самый звонок блин а как теперь этого отвлечь что я не продумал все суспишес активити нахрен поставки можно будет делать завтра ребята ставки нужно будет сделать завтра причем у каждого стримера поэтому идите сразу всех половьтесь это очень важно завтра обязательно надо будет сделать ставки у всех какого черта вижу разговор будет односторонним капитан на терминале приказ на удаление проклятие все стерто не знаю он это или убийца или и я когда включал тревогу неужели это я напортачила что вы ищете ошибки я так и думал кто бы это ни был действовали они в тропях удалили все с терминала но из корзины забыли удалить снять мы можем забрать устройство к себе ты вижу ты уже не бьешься на полу как рыба назови время и место или можешь так и прятаться всю свою жизнь ты пытаешься испугать меня у тебя ничего нет тебе остается только ждать когда обрушится мост молот блин же этот шепард типичный вот этот чел из интернетов который что-то там сказал давай встретимся вы в реале давай в реале встретимся все это не повтори возьми молот побольше в прошлый раз удар вышел слабым я собираюсь забрать все что у тебя есть все что является тобой черт извините капитан времени не хватило чтобы отследить звонок еще не все вынимаете носители с данными со стертыми думаете мы что-то найдем сузи возможно все чем скорее мы к ней доберемся тем скорее отследим эту угрозу блин мне вот это брукс кого-то напоминает какой-то актрису не могу понять какую спасибо шепард было весело но всем кроме хозяина не очень хорошо вышло брукс и сузи посмотрите есть ли что-то полезное на носителях будем надеяться я сообщу вам если мы что-то обнаружим джессика альба точно да джессику альбу похоже капец только знаете такую немножко индийскую индийскую джессику альбу вот так поговорить членами отряда ты не член отряда с тобой нельзя говорить сузи я рада что мое физическое присутствие не потребовалось для выполнения задания шепард посмотрим что ты найдешь за dlc цитадель рекс получил награду лучший напарник года от официального магазина xbox челы сейчас бы ракса в платье собой таскать я чертовски хороша вечернем платье капитан надо найти повод поносить такие да блин я знал что надо ее брать блин черт опять вас и медузой настояли медузолюбы чертовы надеюсь брукс и сузи найдут что-нибудь на этом диске я тоже у нее наверняка такое платье такое платье образ охереть можно пойду найду чем поесть пока мы ждем жалко что тебе так не понравился лучший суши бар на станции до блестящая операция но не самая удачная по крайней мере мы ушли не с пустыми руками черт капитан ты даже на вечеринку не можешь сходить без то чтобы кто-нибудь не сдох ладно поищу конечно пожирать уж вроде бы что должна быть полная чаша не я уж совсем поговорю членами отряда а рекс только остается но он так сливается с окружением я не знаю где он рекс глиф здрасьте капитан на бэ торжества будет проводиться казино через несколько месяцев вы желаете заказать билеты одного раза хватит как же он смотрит свысока на этот шарик блин у меня есть второй этаж квартире да тут реально можно гарем замутить боже мой там еще и этот и и этот господи вадик вадик за аквариуме стычки были нет он жалусь то лишь отсюда слышь как у веге в животе бурчит ярик точно ярик что сделал шепард меня почему не взял столько круга на тебе не по зубам такая проблема у многих было большей частью они мертвы да потому что чат орал тебя взять поэтому эти и не взял капитан вместо того чтобы проникать в казино под маскировкой стоило бы захватить примитивных особей в заложники пригрозить им смертью и отстреливать по одному пока они не дали бы вам то что вам нужно в следующий раз я с радостью вам помогу блин он же реально самый умный чел блин это же я вам окусах я не только шепард еще и ярик потому что я всех умней и газеркало тормозит по фпс м так ну с кем мы еще не поговорили то ло какой ярик блин явик какой явик блин ярик ты посмотрите посмотрите нахер это моя ванна у будешь да почему что это что же за райский то хором то такие видите я же я же вообще это не сторонник частных домов мне не нравится концепция частных домов садок ведь я за крутые квартиры вот и вот эта квартира ради которой стоит жить или в которой стоит жить вот пентхаус ну да может быть на крайняк может быть таунхаус я благодаря сериалу читам служанка слуга что-то там ну короче где рон визли играет вот благодаря этому сериалу узнал что существует такая вещь как таунхаус это когда у тебя грубо говоря весь подъезд тебе принадлежит считай у тебя там несколько этажей как будто нахрен дом целый но на самом деле как бы в рамках дома широкого где у тебя есть соседи может быть таунхаус но вот то шоу шепарда здесь это предел моих мечтаний для должна здесь квадратов 300 наверно 400 500 может быть как-то свечка она огромная 600 может быть как можно мечтать о таком а вот мы не поговорили а ты кто такой какой карте а карте с твою мать о как же воров или над ним чат ну что конец это не прошел не так хорошо что же хорошо что из нашего отряда все норм убирать задолбаешься так робота-пылесоса покупаете три штуки и все что тут убирать так что вот короче вот когда разбогатею буду вам рум туры снимать в десяти частях потому что такую квартиру одним рум-туром не не посмотреть до сузи мы уже говорили а вот ведь наконец-то с ней можно поговорить и капитан мы сузи проанализировали носители и кое-что нашли давай давай несмотря на то что корневые структуры стерты логический массив данных уцелел у сузи талант в таких вещах да у нее искусственный разум но все же мы нашли кодированную радиопередачу сделано несколько дней назад ушла всего минута на расшифровку целая минута суть могла бы справиться за пять секунд я решила что нужно дать штатному аналитику брукс возможность потренироваться в расшифровке и упустила шанс показать себя как будто ей это нужно вы же команда нормандии вы стали легендой для всех бойцов альянса это все мои труды но сначала узнаем какого рода легенда бывает разного рода мы какого вы легенда на которую равняются люди вы многих спасли то почему в нос все стреляют по большей части в тебя рекс чем больше цель больше цель чипу юр исполнил просто всеми любимой легенды слегка подросла а товарищество дружба думаю это ваше секретное оружие это я их научил всему а бегать прятаться и нажимать время от времени на кнопки вот как воу эти наемники что за вами охотились они купили много оружия тяжелого оружия роботов зачем им такая огневая мощь кажется это устройство хочет взбунтоваться я получил змеи дни что принадлежащий капитану код спектра только что был бабла подробнее архив будет экстренно заблокирован кто бы не взломал ваши данные он сейчас прямо там что мы знаем об этом месте советом хранить деликатную историческую информацию такую которой не стоит распространять даже по пропуску туда не попасть значит придется найти способ а ты чё за морда откуда волос пиццу принес мне перекусить и хотелось архив огромные придется много что смотреть жаль что нельзя с собой всех взять почему же в этот раз будем работать все вместе на час побери но кто пойдет с тобой а кто будет платить интеграция dota подъехал хотелось бы подъехал так короче больше мы не повторим этой ошибки то сузи конечно какие у нее скины я не знаю какой лучше может вот этот где она как будто вся в латексе может быть такой типа знаете в миранда давайте раз у нас нет миранда возьмем сузи виде миранды так и еще нам потребуется но возьмем то ли раз мы ее спасли вернее загрузили сейф где мы еще и не потеряли сейчас сузи для то ли какой у нас есть скин ну возьмем классический все сузи италии а миранда где потеряли да блин там надо за спидранить сюжет миранда появилась у нас или миранда но нет то ли или то ли но нет миранда так пожалуйста снайперские винтовки сюда протеанский излучатель 5 не знаю просто все втыкаю что есть скорость восстановления умеем из 198 разом похер мне господи можно жопы так смотреть легально и они на жопу пиалюсь я персонажей снаряжаю у нас вообще-то миссия ребят так подтвердить подтвердить поехали как лучше попасть в архивы состояние расположено под жилыми кварталами может вломимся напрямую для максимального сюрприза мне нравится я так понимаю ты схватываешь на лету чарт поболтаешься с нами подольше освоишь трассы ножи бомбы молотильщиков но только не переборщи а то не заметишь как сдружишься с азаре я это слышала архивы где-то под нами попасть туда будет сложновато не очень кругом 1 увидимся на вечеринке принцессы и какая же классная игра удивляет приючет что треть часть засрали но там концовка конечно вызывающие вопросы но опять же одна из этих из трех концовок вполне логичная на мой взгляд которую мы и выбрали мы вроде вроде синюю выбрали хотя я не помню как мы выбрали концовка что опять то так надо бы тоже засрали только концовки вроде щас стирали шути прошу танк прям такое прям если что жива в этом сэйве жива даже талия как миранда щеки нет моей любимой ау где блин враги все зеленый орка не выбрал зеленую концовку зеленая концовка нелогичное говно красная по моему тоже хотя я я уже начинаю смутно припоминать какие там вообще варианты я только помню что мы выбрали прям самую логичную еще потом сидел вам 40 минут разжевывал почему эта концовка в целом самая нормальная а ее надо удерживать да и правда жизнь вообще все знаете эту винтовку надо херачить так блин она получать патроны не жрет да хватит бросай оружие дачи и конец ты тварь ладно хорошо что это я это шепард даже если ты думаешь что тебе это сойдет с рук спрятаться тебе негде нет такого места где мы бы тебя не нашли прятаться зачем я капитан шепард я никогда не прячусь первое что неожиданный поворот сценария ты кто такой и не единственный капитан шепард которого оживили хотя бы кто-то из нас сумеет извлечь из этого пользу внезапно красный убить всех роботов синие управлять жнецами зеленое объединение органики роботов зеленая херня это точно убить всех роботов не синие норм по-моему он типа в синий жертвовать собой как бы становится грубо говоря новым повелителем жнецов короче синие самая нормальная наверное откуда ты из той же днк что и ты клон сервер не жалел средства воскрешения тебя что касается меня меня создали ради запасных частей вдруг тебе понадобится новая рука сердце или легкие и где ты был все это время в коме пока не очнулся полгода назад пока тебя держали в заперти на земле я учился быть человеком удивительно чего может человек добиться с помощью нейроимплантатов всех жертвовать собой синий окал где гарантии что шепард не запустит новый цикл я хорошо вернемся к этому вопросу еще раз насколько я все помню почему мне показалось и не логичны потому что шепард прошел гигантский нахрен путь понимаете и у пути должна быть цель в конце какая-то ради чего все это было и две концовки из трех бессмысленным нахер абсолютно понимаете то есть шепард прошел вот этот путь на протяжении трех частей со всеми срался никто его не слушал как я вам окусах но он был прав как я вам окусах никто не служил он был прав вот поэтому а он хотя бы хотя бы вот сделал то что собирался сделать да есть вероятность что возможно новый цикл будет но цикл будет через пятьдесят тысяч лет похер вообще через пятьдесят тысяч лет новый шепард пусть об этом думает из будущего мне все равно кем-то притворяешься вакансия капитана шепарда уже занята только не тем мужчиной тут и время выйти на сцену дублеру тебя призрак послал нет он бросил меня когда получил то что хотел тебя тогда зачем ты пытаешься нас убить потому что у меня нет его воспоминаний мне у него не удалось бы обмануть все тех кто бросил свое дело чтобы примкнуть к культу шепарда вроде тебя то ли вас нормандия не знаю что лучше пристрелить тебя или снять твой шлем и покашлять на тебя ты лишь дешевая подделка под оригинал я оригинал доведенный до совершенства я это ты шепард только новый и без повреждений без неудач и сомнений тот кем тебе было суждено стать без эмоционального багажа который тебя сдерживает никто не поверит что ты шепард поверят когда я получу его корабль говорит капитан шепард блокировать нормандию передаю командные коды неплохо жалко я заглушил сигнал трейнер это шепард готовь нормандию к срочному старту мы улетаем передаю командные коды ясно работаем мне нравится этот шепард прям знаете ведь прям он прям он еще больше ренегат чем я ренегат я вроде знаете я отыгрывал ренегаты все три части мне все говорили какая-то мразь орг тебя и игра только рофлить короче а в итоге то посмотрите вот кто настоящий ренегат я не достиг и 10 процентов его могущества как помните это ты понимаешь что им нужно пройти чтобы достичь нашего могущества не думал что такое скажу но мне очень хочется убить себя наверное страсть к угрозам у тебя в днк но я на угрозах не останавливаюсь убить их культа шепарда сегодня не станет а блин я не сделал ренегатская ты забыл что такая механика есть я не был готов я отложил геймпад так плюс 4 отступника на самом деле главное все тройки даже не концовки объяснение мотивации жрецов мало не истреблять все развитые расы 1 50 к лет потому что иначе эти расы создадут синтетиков и сами себя истребят ну знаете в этом есть какая трагичность я не могу сказать что мне не нравится это объяснение я понимаю почему люди бугуртили потому что типа в первых частях мотивацию жрецов раскрывали немножко по-другому вот и люди ожидали несколько иного этого несколько иных причин и там типа были слухи но никак слухи ну по крайней мере теории ходили что вот когда главный сценариста ушел короче все переписали нахер и вот его нормальную концовку выбросили она была более логичной вот но знаете у меня меня устраивает это мотивация их узнаете добавляет это пускай и туповато чуть-чуть но добавляет жнецам какое-то двойное дно что ли 7 вроде как и ублюдки но вроде как и с какой-то причиной такой знаете с которой может быть это не самый эффективный метод да но с другой стороны людям и другим гуманоидным расам высшим развитым я думаю все таки нельзя давать такие технологии понимаете вот посмотрите что сейчас уже происходит когда только вот какие-то нейросети начали развиваться и т.д. и т.п. уже хаос уже мы почти живем в эпохе постправды когда уже даже невозможно отличить перед тобой фейковое фото фейковое видео или еще а скоро совсем нельзя будет отличить уже люди натворили херни с великой властью и могуществом что их было чтобы было из по не создали синтетиков реально был бы сама выпил для человечества что какая-то логика там есть только хотя вроде жнецы они же насколько я помню они типа ну короче грубо говоря это это не прям раз сама по себе это грубо говоря представители каких-то раз которые эволюционировали грубо говоря в этих жнецов ну тип того ну вот мы мы помним мы вот этих яриков находили вот его весь народ короче превратился в жнецов уже каш не так прям хорошо помню лор но ну чё-то такое из тебе закажут dlc левиафан там будет много про это ну неплохо неплохо неплохая мысль неплохой способ забайтить еще второй dlc не прошел да мне привет левиафан говорили что за мака что-то что сейчас бы нам пригодилось мака только не мака пожалуйста точно без кувалды мака ни на что не способен только не мака не надо мака его странное управление почему же все должно быть логично мотивированными я так и представляю людей которые на такой жалуются в реальной жизни каждое свое решение штангенциркулем изменяющим посмотрите вокруг какая нахер логика вещи случаются потому что случаются я говорю мне кажется что проблема концовки вам больше в том что люди жили просто другой концовки все мне на концовке вам горю 2 из 3 но я тоже считаю херней более-менее логично синяя интересная что здесь может искать твой клон кто знает возможно все даже то что ты просыпаешься узнаешь что у тебя есть клон я не хочу об этом говорить конечно сначала нам стоит всем выпить как мы скажем кто что как мы сможем что-то быстро найти так мне все-таки надо разобраться насколько этот костюм хорош может ли он заменить нам миранда чку ну в какой-то степени наверное может не жнецов тоже создали чтобы не искали решение проблемы существования органиков и синтетик вот даже не цепи рималовую целую расу в нового жнеца вот там что-то такое да я помню что вот весь народ этого я река выпилили чтоб соответственно жнец получился то есть как бы это какая-то такая искусственная сущность то есть это не какая-то раса биологическая которая ходит по миру это какая-то и хоть непонятная херня это т т т т люди надеялись что концовки будут учитывать все глобальные решения приняты в третьей предыдущих частях а в итоге что в тенге ну кстати да это это тут я согласен это реальная херня что концовку ты выбираешь сам в конце она вообще никак не учитывает все твои эти поступки и прочее не говоря уже о том что ну как бы концовки все такие знаете про самопожертвование поэтому это тоже людям естественно не понравилось потому что все вот эти отношения с напарниками все вот это пошло коту под хвост из-за того что типа шепард жертвовать собой а мои бэйбы оставил их наверху а вот и когда поведете в хранилище мы сможем вас переместить гречи да у концовка есть проблем ну по поводу лор женицов возможно да стоит на пройти то дел си но мне кажется более менее логично мы не мне нравится короче объяснение про истребление развитых раз чтобы они не создали херню я думаю знаете это разумно выглядит сражаться с своим клоном это бред зато может быть полезно персональный дворец как же шепард ревнует к своему собственному клону блин но было бы был бы и правда ревнив если бы я своего клона встретила тоже к нему капец ревновал так а нам сюда сюда это выглядит так же разумно как план то на совместителях план то на совместителях на деле херов просто потому что неправильную пропорцию выбрал чисто математически то она за же захотел выпилить половину вселенной да о господи 2 сузи так может одну отдадим джокеру недоумку а мне ставим оригинал блин а как думаете клоны шепарда стоит добавлять в гарем короче мне просто кажется что вселенная достаточно быстро восстановится если выпилить половину живых организмов надо было выпиливать что-то типа 85 процентов например что-то такое половину мне кажется лет за двадцать-тридцать за одно поколение не знаю они нарожают опять столько же стоит добавить женскую версию шепарда но мы могли ее создать тогда как бы я романсил их всех так ну короче понимаете возможно что то нас и жнецы они типа поднимают интересную тему интересную знаете моральную дилемму но просто придумали ей херовое решение в принципе можно понять это нас и жнецов то нас он как бы про перенаселение говорит про то что типа ресурсов не хватит на всех а жнецы они про то что разумные расы сами себя убьют создав вот синтетические расы принципе и то и то достаточно такие знаете для фантастики неплохие мысли неплохие темы но просто их решение они очень странные у жнецов просто всех перерубить 1 50 тысяч лет например работа псевдоорг 4к онлайн и 3 баннера да просто знаю какая я селфиш мразь и просто боюсь представить как как я могу жить с ощущением 6 такая же селфиш мразь как я и мне с ней придется конкурировать с такой же селфиш мразью понимаете и джаве ужасно не стоит забывать что когда человечество уже было близко к вымиранию то ли 10к оставалось только чуть больше в итоге не исчезли поэтому плантана с основе своей просто тупой я говорю он математически туп это понимаете чисто для короче для попкорна в зале они выпилили ровно половину это сброс чтобы смотрелось типа красиво но если бы танос нормально занялся анализом нахрен если он был каким-то знаете big data аналитиком то он бы прикинул точную какую-то математическую пропорцию возможно надо было бы выпили чем типа 85 процентов живых существ они половин пош половина мне кажется достаточно быстро закроется потому что в зависимости от количества людей чем больше у тебя но людей раз живут этих живых существ чем больше тяжелых существ тем больше они плодятся это как бы прогрессия геометрическая поэтому с определенного момента они достаточно быстро восстановят эту половину нужно вырубать сразу очень много чтобы было это чтобы на подольше хватило тоже половину они выпилят мне кажется за лет 50 100 восстановится обратно население это как посмотреть типа человеческое население земли за последние 200 лет дано утроилась наверное если не у четверилась или у петерилась или уши стерилась я не знаю я не помню точно данных но короче очень очень нехило она так умножила себя за последние 200 лет нужно даже представить сколько информации потому что увеличился как бы среднее время средняя продолжительность жизни и просто количество людей тоже увеличилось поэтому вот так вот очень быстро мы размножаемся так и медицина ну и медицину это блин средняя продолжительность это это и подразумевает просто как бы деталь понят где уж и средняя продолжительность не сама по себе увеличиваться увеличился бы медицина потому что условия жизни потому что там антибиотики открыли потому что вот это вот все блин прививки ночи без них охать сейчас антиваксер так так нормально всех жгу лазером да что вот это вот на хрена добавлять таких врагов как вот этот летающая херобора короче суть в том что да у таноса просто с математикой проблемы были это если я не оправдывают то без решения таноса херово само по себе то есть это знаете решение которое вот типа придет первым в голову и очень понравится сторонникам теории заговоров от бреда так но если допустим даже принять такое решение то его надо было как-то более математически рассчитать то есть это это как знаете он просто понимаете недостаток таноса был том что мыслил пропорциями вот а пропорции они ни о чем не говорят это как это знаете вот эта загадка логическая про то что назовите период жизни человечества когда умерла треть населения планеты и ты такой начинаешь думать да там чума какая-нибудь какие-то мировые войны может быть что-то такое а типа ответ на задачку это когда короче этот господи а блин опять их имена забыл ави любил кайна или кайну била велик и не очень хорош библейских историях на типа это вот про это что тогда было типа три человека на земле и вот один из них умер одна треть человечества умерла вот пропорция понимаете век чат вы не понимаете то на злодей чертова комикс про супергроб вы правда думаете что у него нет минусов его мышление но он всем понравился понимаете он он понравился тем что он злодей с какой-то хотя бы людям понравилось что у него есть хоть какое-то какая-то глубина за плечами то есть все настолько привыкли к злодеям в комиксах которым но не в комиксах а именно вот фильмах комиксов типа пойдем девушек комиксов все гораздо заморочен и разные есть комикс но условно в марвел изких фильмах все просто привыкли потому что все злодеи это просто какие-то ребята которые творят зло ради зла и ты не можешь им посопереживать потому что ты как бы но понимаешь сразу что он ну говнюк и все он не заставляет тебя задуматься а танец он типа чуть-чуть заставлял задуматься и из-за этого он приглянулся так в среднем века до 70 могли доживать только богатейшие единицы мне кажется что скорее везучие единицы но и и богатейшие везучие скорее так потому что даже будьте за все деньги мира в средние века ты бы не мог вылечиться от банальной какой-нибудь херни типа не знаю вот но не повезло те кого не пневмонию подхватил и сдох все чуть кровопусканием что львы лечат еще или еще чем-то мочу попить заставит что-то такое то есть как бы здесь ты дожил до 70 в средних века те очень повезло скорее даже нынче секретной хранилище не хочет чтобы вы нашли я думал что он это вы да блин найди его снова глупая машина нет чатика гораздо лучше чатик про вас вспоминали может у них иммунитет сильнее было чем у бедных из-за разнообразия питания иммунитет это на по большей части вещь генетическая она да есть есть приобретенный иммунитет конечно но сила твоего иммунитета грубо говоря уже в твоем днк заложено в основном большая часть успеха твоего иммунитета уже с тобой вот с рождения так сказать хороший мандит значит хорошо повезло с генами ты крут и молодец прививки такие с днк говори short я же вроде сделал сноску вы опять пытаетесь аркашу подловить когда он специально делает сноски чтобы вот-вот при при предугадывая вашу потенциальную претензию из будущего дэну шепард неужели вот так и пройдешь мимо тем более мы вообще говорим про средние века где нахер прививки о чем вы у нас контекст средние века люди живут до 70 лет прививки ну привет прививки из средних веков по поводу иммунитета орг не прав большая часть нашего иммунитета приобретена за я читал на википедии я понимаю что википедию не любят да но я доверяю википедии больше джем просто каким-то рандомным словам может я что-то не так понял я вам так скажу ребят запомните в средние века жизнь так коротка вот завтра эти слова будут супер актуальна просто запомните это просто запомните очень актуальные слова будут завтра средние века было детская смертность высокая да но это это зависит от того какую метрику смотреть от типа средний возраст в целом или возраст дожития средний получит как бы разные показатели потому что все если считаешь просто средний возраст жизни грубо говоря ну типа смерти скорее то у тебя учитывается детская смерть если ты считаешь среднюю возраст дожития то там по-другому немножко это как считать среднюю среднюю зарплату и среднюю медианную зарплату типа того так а чё ты не перезаряжался то я не понял так пусть и умение первая помощь давайте мужики откил это очень популярный мем из будущего к сожалению вы пока не можете его понять да ребят это мем из будущего вы его поймете завтра но сегодня вы просто можете его запомнить чтобы завтра когда вы с ним столкнетесь вы все сразу поняли бросил байт отмалчивать так что блин в итоге никто ничего не уточнил про иммунитет и не рассказал мне а если я не прав был лишь надо корректировать мысли о это знание ну типа хоть какие-то поверхностные но все равно откорректировать то буду как лох потом представляете какую-то умным коллективе что нить ляпну все меня заржут вот сегодня пойду на подкаст к сереже донскому и в итоге что чуть нить ляпну воду как лох что там про иммунитет-то и говори вроде как все так могла ошибка но я так всегда и говорю на самом деле я уже я уже выработал привычку делать сноски короче всегда делайте сноски что в чем-то не уверен и просто делайте сразу сноску я не знаю не уверен до конца не понимаю хз может быть так может не так что ты такой видел что такой читал без понятия что там уже кто-то блюет я еще пока никого не обрюхатил что такое капитан другой вы хочет передать сообщение шепард не утверждай себя когда я найду то что искал ты уже ничего не сможешь изменить теперь давай дрон доставь его чёртов псевдо шепард ворует мой корабль иммунитет сильно зависит от условий жизни до генетически может отличаться у разных людей при одинаковых условиях но значение этого ниже чем у образа условий жизни ну грубо говоря короче как я понимаю процесс сразу скажу как я понимаю что иммунитет он понимаете он это и база знаний как бы и база данных но и в то же время и аналитическая система вот то есть конечно ты сталкиваясь с различными нюансами в своей жизни опасными для тебя вырабатываешь к ним иммунитет и накапливаешь эту самую базу данных это и есть приобретенный иммунитет база эта база но то насколько твой иммунитет эффективно это делает и все из и способен справиться с этими задачами это уже вот типа вот это аналитическая система назовем ее так это процессор иммунитетский процессор вот это уже генетическая фигня к тому же иногда иммунитет творит полную херню например аллергия это просто чрезмерная работа иммунитет потому что вы иммунитет распознал что-то не опасное как что-то опасное и пытается тебя спасти от чего-то не опасного ты такой иммунитет и через брендил я просто орехи поел хватит хватит пытаться что-то сделать меня надувать и убивать на хрен вы где-то шо дурак ну или или вот эти всякие раковые клетки это что же получается иммунитет тебя по большей части убивает они сами клетки как я понимаю по крайней мере может я что-то максимально тупое говорю но типа короче организм их воспринимает как опасность начинает уничтожать сам себя в этот момент так а как попасть наверх то унитет это и база знаний аналитической системы и фабрика по производству разных штук если ты как средневековый крестьянин ешь землю по праздникам репу то фабрика может не выдавать нужной мощности ой как тяжело представить себя в средних веках прямо в дверь иди как я пытаюсь дверь найти вот это типа дверь уже такой телепорт да нет вроде а зеленая вот та дверь все вижу спасибо 5 4 реальные не не заметил мимо нее хожу иммунитет блин а ему нужны патчи понимаете его нужно патчить как linux ядро вот нужно чтоб придумала наука патчи для иммунитета типа такой ой у меня аллергия на какую-то херню поставил патч на иммунитет такой все без б больше больше не убиваю тебя за то что ты ешь апельсины пытаясь спасти тебя от апельсинов которые тебе никак не угрожают эволюция называется ну эволюция эволюция валю до жить бы понимаете эволюции не 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 работы так быстро мне надо чтоб придумали патчи для иммунитета в ближайшие лет 20 там 30 ну чтоб к тому моменту когда у меня он посыпется здоровье надеюсь что не раньше конечно ну к тому моменту как у меня начнет сыпаться здоровье от старости хотелось бы чтоб что-то напридумывали я такой и нахрен живем еще сто лет сайт старость патчи для иммунитета называется вакцина нет это не патчи для иммунитета это пополнение базы данных это установка это dlc для иммунитета вот вакцины это dlc для иммунитета если продолжать патчи фиксит ошибки один все добавляют контент вот вакцин добавляют контента надо чтоб попачились ошибки фиксились понятно моя концепция моя концепция в вечной жизни вам ясно вызовет ли клона шепард сейчас врежем дил сиди патчи нет ну не всегда делся может сопровождаться патчем патч может сопровождаться dlc но но надо мух от котлет отделять короче чтобы не запутаться в терминологии хорошо все изобретите все я вам уже все расписал что еще нужно я уже все придумал просто изобретите давайте все же понятно патчи для иммунитета изи фигня кстати вроде и по моему из пневмонии также работала из там что же по моему организм себя убивает по большей части когда к вид был как всегда все эти везде бы были миллиарды программ про вирусы про вот это вот все везде документалки и так далее и тому подобное смотрите какая красавец жизнь моя биография это моя задница я пока занят изобретением игры где-то короля нужно ходить другой вы глушит на же передачи да были ну хватит говорить о другом мне я один есть механизм для редактирования днк ну наверно да что то есть и овечек клонировали только пока брукс мы заперты в родилище здесь есть кнопка на кнопка отключения не вижу кортез брукс у меня слышите есть кто-нибудь на этой частоте краткий ответ нет они не слышат ой это джулс в хитмене сам в себя стрелял когда вы друзья в ловушке в ириди в их хранилищах тебе стоит забыть о них навсегда об этом узнают а тебе альянс тебя остановит что скажете ведущий аналитик брукс альянс остановит нас она мог ус даже не знаю на самом деле я на них не работаю тварь о боже это могут изучить кто ты такая черт возьми это действительно думаешь что я не убью тебя мое имя не имеет значения я его меняю раз в неделю если призрак меня до сих пор не нашел вы не найдете никогда ты из цербера была мистер призрак и я вживую никогда не встречались он беспощадный безумец а я просто беспощадно но почему ты не присоединилась ко мне мы могли бы работать вместе в каком-то смысле так и было именно я собрала все эти досье для вашей самоубийственной миссии скотина это она там была с ларианский врач юстица разаря турианец приятно в итоге встретить тебя тали очаровательно все они ошиблись мы были группой людей которые начали искать помощи у инопланетных рас что ж я потратила некоторое время и нашла другого шепарда который согласился я его разбудила зачем это все мы только хотели получить ваш код спектра доступ спектр получен но вам удалось выжить да еще и твоя проклятая азарь в это влезла так что пришлось подчищать хвосты торговец оружием элайдж это я нам надо поговорить какого черта тут происходит клянусь если те пушки выведут на меня этого не случится но ваша секси куколка может восстановить данные так что мы вынуждены держать ситуацию под контролем секси куколка именно так я и называл бы я тебя прикончу или я тебя прикончу будет больно в ту минуту в ту секунду когда я выберусь отсюда я оторву твою башку и украшу ей битс нормандии а ее голову повешу рядом с твоей а потом я возьму ваши тыквы и выкину их в шлюз а я буду помогать прикиньте голова шепарда на корабле шепарда и звучит драматично если бы кто-то типа капитана шепарда угрожал мне я бы забеспокоилась но ты не шепард больше не шепард у тебя есть миранда у меня она моя круче чел вообще нет это было весело что ты делаешь улаживаю дела помнишь это первый человек спектр капитан это великое достижение для вас и вашей расы а это из первой части вот только своей расе ты всегда забываешь ты спас больше чужаков чем людей как я вижу все что делаешь ты это отнимаешь жизни мне противно знаешь что они не смогли воспроизвести наши отпечатки пальцев их создает жизнь они вот они днк вот в чем проблема прикиньте он херню сказал компьютер обновить записи совета объект шепард человек спектр выполняю доступ к данным пожалуйста подождите биометрический идентификатор обновлен хорошего дня капитан шепард о нет он внес в базу а сейчас прошу меня простить но нормандии нужен капитан так что мне пора идти прощайте капитан думаю именно здесь умирает легенда почему в переводе расы вид перепутаны потому что английском это все рейс скорее всего у меня нет алгоритма согласно которому я могу расценить это как жесть он сказал мне пройти разве я так говорю минимум в 216 случаях которыми я была свидетелем может нам стоит подумать о непреступном хранилище в котором мы заперты навечно спейсер же шут гол а он сказал спесис короче ребят отклон шепардом тупой отпечатки пальцев реально могут меняться во время жизни во всем насрать так как большинство преступлений придет придется пересматривать я говорю более крутые фаз у меня это более уверенно больше контроля над собой у меня это означает на этом все капитана есть прерогативы заканчивать разговор так как он считает нужным здесь наверное воздуха не так много на троих возможно на час если не будем глубоко дышать или иногда поговорим позже потому что знаете что я этого не делаю они ждут шепард пожалуйста почему бы тебе не подумать вот об этом а гриф ты еще там на капитан открой эту чертову штуку и найдем остальных никто не украдет у меня корабль даже я блин а ведь был такой шанс типа знаете всех этих девушек развести на финальную предсмертную орги а потом уже открыть дверь блин ну ладно раз уж мы все то я могу взять только шепарда еще двоих и разберитесь побыстрее потому что другой шепард крадет мой корабль так опять выбирать шепарда еще двоих хорошо обыграли также быстро в туалет а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я тебя понимаю, меня никогда никуда не берут Джокер за вами вернется, я обещаю Бедный Эшли, надо его взять на следующую миссию А, я хотел сказать, что я по описанию этого DLC думал, что это, знаете, какое-то такое человое DLC В стиле, знаете, ну там квестов, например, из Ведьмака, где ты на какой-нибудь свадьбе тусуешься Вот помните, как в первом дополнении, где ты с Шаней как раз тусишь, там фанишься Я думал, это типа чил про отпуск, а тут какие-то нахрен интриги, клон Шепарда, что вообще происходит Так Совершенствую выносливость Дополнительно усиливать щиты, увеличивать запас здоровья Повышает урон ближнего боя Не-не, лучше просто ХП Так, крио патроны дезинтегрирующие, но эти в зажигательные Урон от попадания в голову Взрывчатый заряд Повышает здоровье и усилит повреждения брони Да Дэм, Сан Блин, Шепард уже вообще почти прокачанный Вот поэтому я и ненавижу отпуска Клянусь, ты припарковался за пять минут На пять минут верней Ты можешь связаться с Цитаделью Пытался, все линии связи в зоне глушатся Наверное, чтобы им легче было украсть мой корабль Мы их остановим Шепард, твой клон вошел в корабль и пытается... Нет, зачем я ее взял? Она объяснена была так сделать Я функционирую О нет Она не окей Клон деактивировал мою функцию контроля над Нормандией Так же, как и сенсорный ввод данных Я не могу заблокировать его или противодействовать его командам Ты можешь сражаться Я прокручиваю в голове варианты ответной реакции И испытываю возрастающее желание убить твоего клона Будь на связи Так, что бы вы ни делали, поторопитесь Если Нормандия выйдет на сверхскоростную световую, то нам сжоба Так, систем безопасности цитадели засекли аэрокар Возвращайся и забирай остальных срочно Хорошо, они не могли далеко уйти Если, конечно, такси не вызвали Вообще, есть патчи от аллергии Вообще, только они слишком дорогие Ну, там есть, да Но это не совсем, конечно, патчи Это, знаете, скорее инъекции в базу данных Какие-то Хотя, инъекции это даже очень хорошее слово В этом контексте Так Опа Сузи довели Конечно, пора уже понять, что нельзя быть Это, понимаете, это как чат GPT, которому сказали Представь, что ты вообще этот Полный ублюдок То есть до этого чат GPT такой Типа Я всегда, я не могу это сделать Потому что это оскорбительно Это, короче, кого-то может обидеть Я ничего не могу решать Я лишь искусственный интеллект Я Тра-та-та-та-та И вот это вот начинает свои дисклеймеры А вот это, короче Когда, помните, были вот эти лайфхаки Как взломать чат GPT И сказать ему Давай поиграем в игру Где ты отыгрываешь роль Чувака, который Не подчиняется Этим правилам Тра-та-та-та-та И чат GPT начинался вести как мразь Вот точно так же мы ломанули Сузи Не пойму Зачем орк прокачил пламенные патроны Если все время шмаляет этим едолазером Я не знаю Мне так нравится, что у него нет патронов Теперь шмаляю едолазером Так а мне что прокачивать-то уже нечего Я просто очки раскидать У меня основные параметры вкачаны Мне просто что-то надо Я же все равно ничем не пользуюсь Я просто схожу и мисю И все Мы шо, помеситься пришли? Мы пришли сюжетик послушать Диалоги На Искусственный интеллект Посмотреть на его всех прекрасных Овалах И Изгибах И очертаниях Иных Так Ау Ну куда ты лезешь-то? Куда ты лезешь? Куда он лезет? Вообще, кстати, как оружие переключить? А вот, вспомнил Давайте хоть постреляю и снайперки Блин, да в смысле ты ее не взял? Ах, надо еще подтвердить Блин, да в смысле? Ну снайперка даже не ваншотит Да, батлтимс ваншотит Это тоже не в каждом режиме Вообще, я так подумал, что мне, в принципе, достаточно приятна концепция батлтимс Я понимаю, что у батлтимс, скорее всего, вы легко назовете Любую игру, которая лучше Ну вернее, не любую, а конкретные игры Назовете, которые лучше батлтимс в его вот попытках быть ими Но мне нравится именно то, что он, знаете, он пытается сразу все в себя вместить То есть батл-рояль там выглядит как Апекс Да, Апекс, конечно, нагло выше Там режим с бомбой выглядит как Counter-Strike Естественно, здесь есть Counter-Strike и Valorant Которые, конечно, будут лучше Там Deathmatch, Call of Duty здесь есть Просто прикольно, что в нем это все, знаете Пве, это какой-нибудь там, не знаю, Overwatch Или Warface тот же Или, не знаю, Dustan в конце концов Ну прикольно, что в нем это, вот знаете Все сочетается Ну вернее, все напихано Это забавно сделано Типа, запустил один шутер, а можешь в нем поиграть как бы во все Как будто бы Понятное дело, что не на таком уровне качества, на котором сделаны лучшие представители Блин, а как бегать-то? Как-то можно было бегать, я помню Нормандия Бегать на пробел Ну у меня нет пробела на геймпарт Я же с Xbox игрой Хотя, вообще я мог попробовать подключить клаву к Xbox и мышку По крайней мере я так Call of Duty 1 проходил Какой-то, по-моему, Modern Warfare ремейк первой части Ну не ремейк, а хер пойми, что перезапуск, короче Перезапуск Modern Warfare, по-моему, проходил как раз На Xbox с коловомышью, которую подключу Потому что мне капец бесило там стрелять с геймпада Пробуй зажать А Я вроде все пытался... А, да, и правда, А работает Да странно, вроде я пытался Чурекс-то сдох Так, давайте, давайте поможем команде отхилом Все, видите, Шепард полезный Тренирую моим с геймпада Теренировки идут неутешительно Прогащай Рексу скиллы Бэш! Бэш! Варфейс раньше по ебали крутые Сейчас такой себе Ну я, я просто не играю Варфейс, когда я не знаю как-то Только в рамках чемодана Ну вообще, я вот поиграю в Battle Teams Подумал, что в принципе Я бы хотел какой-то шутерок Возможно, такой мультиплеерный Погонять, но вот Не знаю, что мне лучше подойдет Мне больше не такое Мне нравится концепция КСа, да Но КС слишком задротский И я даже не... Стоп, что? Ты только что был на Нормандии Ты уволил меня за недостойное поведение С лишением прав и привилегий Ты вышвырнул меня с корабля Я еле успела щетку схватить Валорант Ну мне не нравятся обилки Не хочу обилки Хочу просто шутер А в Counter-Strike мне не нравится закуп А в Battle Teams закупа нет Мне это нравится Я не могу уволить тебя Без дисциплинированного слушания, трейнер И зубная щетка Это первое, что ты взяла? Это Season Pro 4 Она снимает зубной налет И массирует десны Кто-то просто выгнал меня с корабля А если не ты, то... У Шепарда есть клон Подумай об этом И все встанет на свои места Я позже все объясню А сейчас... Закрыто Двигатели работают Они готовятся к взлету На борту есть кто-нибудь? Нет, я там обслуживал модификации Нормандии И все остальные в увольнении Мне нужен другой путь на корабль И нужен быстро Есть люк аварийного выхода На случай эвакуации Вот где-то... Здесь Че-то не понимаю Я так даже тебе предложил Видимо, Battle Teams Закрыт вручную Это значит, что открыть можно только снаружи Активация механизма потребует очень точных манипуляций с полем эффекта массы О-о-о-о-о Господи, это... Ситком какой-то Если бы ты мне утром сказал, что зубная щетка спасет Нормандию Я бы от души посмеялся Крою какой-то ситком Это DLC Она просила тебя эту щётку купить в одной из частей. Господи, насколько же это всё заморощено. Сэр, непосредственно перед взлётом Норманди зарегистрировал нарушение периметра на одном из охраняемых шлюзов. Это он? Где? Неизвестно. Когда мы деактивировали, и отключилось множество охранных систем, Шепард может быть в любой точке корабля. Шепард стоит прямо перед тобой, это ясно? Лучше сюда. Ты собираешься убрать его самостоятельно? Найди его и задержать! Похоже, мы сломали трейдер зубную щётку, пока открывали люк. Напомни, возместите ей потерю. Потом, потом напомни. Чё-то тесно тут. Пиши, нас могут услышать. Ладно, ладно, не дыши в затылок. Ладно, патрулируем дальше. Найдите Шепарда. Настоящего. Что он имел ввиду под словом? Задержать. Видим, Шепарда можем стрелять, нет? Он сказал задержать, потому что мы для него пушечное мясо. А, блин, чёрт. Может быть, всё-таки щётку надо купить ей потом? И квест на щётку. Или смотришь? Сосать! Надо просто, надо отыгрывать, типа, я говорю, это DLC про амогусов. Это как будто чел в гусях играет на этом, на миме и на морфе. Вот, на морфе. И я такой, типа, принимаю облик Шепарда и пытаюсь всех убедить, что Шепард... Вот ещё немного подождать, и нейросети разобьются до того, что можно будет прям в прямом эфире, прям в два клика. А-а-а, это вы, мать! Блин, я сдох. Продолжить. Мне кажется, надо сохраниться, хотя я не могу, блин. Так, надо взять другую пуху, это говно для таких сражений. Возьму гадюк. Блин, так это и есть гадюк. Возьму катану. А, это дробовик, понятно. Ну ладно, переходим в милишку. Ой-ой-ой! Да в смысле чел со щитом, ты чё, охерел? Доткнись! Так, подайте этого ублюдка. Ну, Рекс, ну твою мать! Блин, походу придётся брать вашу ненавистную штуку. Всё, отлично. Затанчили говнюка с самого главного. Теперь продолжаем глаголом «жечь сердца людей». Ты на парадике реально пытается самоубиться от твоей пули. И это даже не мой первый день! Так. Нормас, там Рекс разрывать стал. После третьей загрузки Рекс понял, что всё хорошо. Так. Сюда. Так непривычно идти по Нормандии без сенсорного доступа, без контроля над управлением. Я как слепая. Это, наверное, неудобно. Надеюсь, ты справишься. Идёмте в грузовой отсек. Знаменитые лифты масс-эффекта. Эти люди выказали неуважение. Могу себе представить. Я собираюсь убить клона Шепарда, агента Брукса, любого, кто встанет у меня на пути. А ты молодцом, судья. Что тут у вас? Опа! Неприемлемо. Чисто я в Need for Speed the Run. Приемлемо. Может, перестанешь дырять мой корабль? Это не твой корабль. Будет моим. Я взял твое имя, ранг спектра, даже отпечатки пальцев. И оставил меня умирать, только ничего не вышло. Думаешь, с большими отпечатками пальцев ты обдурил бы совет? Или Хеката? Или Хакета? И что теперь с этим грандиозным планом? О-о-о! Отряд Тесак. Попал в Просак. Победить клона. А можно, блин, чтобы я видел чё-то, Рекс? Ты непрозрачный. Всё, сейчас. Что? Да тихо! Да перезагрузи, ты уже эту пуху, мразь! Жена перегрелась. Так, всё. Да ты ж журнурок лишь надо мной, хватит. О-о-о! Так. Всё, Рекс, ради бога, не лезь, пожалуйста. Просто не лезь. Да я сказал, не лезь, чё-то лезь, и что опять, иди этой займись. Так, перезаряжаем. Где клон? Дуё, капи! Чё, взорвусь, да? Шепард побеждает при любом исходе. Блин, и правда не обидно проиграть. Да хватит под меня как-то говно кидать. Ну и богу, вы чё? Да что? Ну откуда вы лезть-то все? Опять вот эта шелупонь летает. Так, всё, накидывай ему, накидывай ему в лицо. Да почему у него это? Восстанавливается хп. Так. Что у нас есть? Напор адреналинов, КД. Первая помощь пока не нужна. Можно убить штурмовика КАТ-6. Так, пломби, пломби. Кто додумался так вот героя за угол выводить, что он перекрывает прицел? Так что-то умно, а что-то на умном. Сейчас такой, ну я, ну я. Это я, я, а чё? А чё я? Может быть, попробовать эту. Сначала завалить. Дурынду. Ну куда ты нахрен, ну откуда ты взялся-то тут? Господи, нет. Пожалуйста, первая помощь. Активировал. Откуда он берется-то? Там блин, да ну ты откуда лезешься-то, что происходит-то? Не прекратите это делать. Ещё гранат, да хрена. Так, отхил. Да хватит липнуть. Рекс, брат. Так что у меня ещё есть, давайте посмотрим. У меня есть осколочная граната, давайте её на ЛБ бахнем. И попробуем эту... Да ты рофлишь, ну как вы мне сносит-то всё хп за одну эту, нахрен, за одну секунду. Ищи тысяч 4 полоски, учусь, брендели там. Хорош! Чуваки, ну это уже ту матч. Вы чё, нахрен? А куда ты в костёр зашёл? Ну куда ты ко мне вплотную зашёл? Что ты делал? Что это было? Я даже не нажимал ничего. Да прихоти ты, пожалуйста. Ну, ты что-то липнешь-то? Да пошёл ты нахер! Что за тупое говно? Этим невозможно управлять. Скотина! И с тем с ума посходили. Так. Вот. Юзай свою эту. Всё, займёмся Брукс сперва. Если бы я её видел из-за того, чтобы я Рекс вышел, этот грёбаный! Нахрена я его убрал, блин! Надо было взять миниатюрную маленькую Эшли, блин! Которую бы не перекрывало мне нахрен весь обзор, грёбаный! Возьми Рекса, Орк! Возьми нахрен Рекса! Чтоб на полэкрана стоял, блин! Плечами своими шевелил нахрен! Сдох ещё к тому же пошёл! С тем ещё по херам на всё! Виноват чат! Конечно, виноват чат! Кто мне этого Брекса впарил? Клон, блин, не помирает ни хрена! Победи клона! Ну только мы его сделаем бессмертным! А ты его победи! Орекс опять сдох! Проблема в том, что, Диман, тебя никто не спрашивал! О чём проблема-то? Вышел и нахрен советуем своими! В чём проблема, Диман, было 100 тысяч мне задонатить, а не 100 рублей! Проблема-то в чём нахрен? Не понимаю тебя! Какие проблемы, что ли? В чём проблема, да! В том, что у меня блутусная нахрен всё! Как я это подключить должен? Проблема! Ты ничего, но один ещё персональный! Проблема! Вы думали, потому что ты с боксов своих! Потому что управление надо было нормально делать нахрен! Биоваром! Хотя, блин, это вообще изначально был консольный эксклюзив! Не понимаю, в чём проблема! По крайней мере, первая часть уже потом на пекарню вышла! Ну, такое ощущение, будто ПК это всё-таки сверхплатформа для людей, которые себя уважают нахрен! А эти консоли! Просто ужас! Что происходит? Что? А, это просто на квест на время? Так, что там происходит, чёрт возьми! Выводите нас из туманности, уходите на сверхсветовую! Это невозможно у нас по курсу аэрокар! Так расстреляй его! Жест! Теперь моя Нормандия, боже! Минус пару квартир! Тебе надо держаться в пределах 30 градусов от носа! Это делает нас отличным решением! Нет, это делает нас наживкой! Хочешь, я сяду управлять? Вот, короче, я придумал! Для... Для Джокера мы оставляем Кортеза, а Сузи забираем себе! Проклятие! Выпускайте шаттл! Уберите эту дрянь с неба! Все нахрен потратил эти хилки в итоге! Ну, конечно, блин, ты гранат свои опять кидать стала! Тварь! Соленая! Клон нахрен! Да пошел ты в шопу, клон! Там не пару квартир, а пару кварталов! Вообще, над городами полеты не просто так запрещены! Диман, блин, чем проблема, уже GrimCat тебя спрашивает, чем проблема твоя, Диман? О, мы что, убили Брукс? А у меня откатились хилки, GrimCat базим огромные, 50 евро, это сейчас уже мне скоростному хватит на ту квартиру, которую мы вначале облизывали. Блин, он поднял эту Брукс, ту порогу. Мы твои напарники убили. Мы напарники бездари, которых я беру, чтоб на жопу любоваться. Это игра про то, как я оттащу, это игра, это я в амогусах, вы что, забыли? Я всегда один, всегда максимум импакта. И никто не верит, никто не помогает, никто не любит, но я все равно буду гнуть свою линию. Так, быстро нажимайте. Да боже, убедить клона, чем я должен победить? Что еще мы можем сделать? Он просто за мной носится, как умалюшенный. О, нет, 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 нет. Опять сбил щиты, да что ты, что ты, ты за... О, Господи, дастолучий-то. Эта игра пропагандирует самоедство нахрен и самодеструктивное поведение. Потому что я уже ненавижу себя. Да в чем проблема была на сейве мне хп восстановить, гребаная игра? Почему ты мне не восстанавливаешь хп на сейве? Так. Или хотя бы обилки на восстановлении хп. Я даже не помню, как в этой игре обилки-то восстанавливать. Да уйди ты нахрен! Оооо, как же он заколебал, что вылет, вылезает, а там тут с каждой бочки лезет. Ты жалкая пародия на меня. Да, это реально клон какой-то не убивает. Попробуй запокусить брукс. Кажется, там какая-то сцена будет. Да мы уже ее вырубали, этот дурень подошел ее поднял. Мне кажется, это миссия чисто на потянуть время. Так. Давай, вот. Керач гранату. Рекс, твою мать! Твою мать! Где граната? Мать твою мать! Ты куда идешь? Боже, господи! Хватит кидать гранаты! Сбивать не все щиты сразу, в одночасье! Я тут, наверное, больше всего умирал в этой игре. Это за капец в рот, да? Опять я бью воздух. Иди ты нахрен, я тебе сказал! Так, ради всего святого. Так. Ааааа, да перелезь ты! Где это, Брукс? Так, придется ее сделать. Да куда у тебя все на КД теперь? А, это обилки. И подожди. Давай, давай, она здесь. В чем проблема, Рекс? В чем, блин, проблема? Убей, Брукс! Ты посмотри, какая скотина! Да ну камон, ну кто по мне палит-то вечно! Вот это самый сложный босс-файт, все нормально. Конечно, блин, сложно, это же босс-файт с самим самым... Да перелезай, ты нахрен, нахрене совсем! Тварь! Он не перелезает через гребаный поребрик даже! Капитан Шепард! Где это Брукс? Чего? Ориентироваться в чем-нибудь... Так, вот она. Так. Срочно. Ну что, ни у кого ничего нет. Почему у тебя все в КД? Так. Давай нахер! Выносим ей мозг. Все, вот она лежит, лежит. Видите, нихрена не происходит. Попробуй понизить сложность. Он счет странно регенит щиты и по КД. Так вроде не должно быть. Да потому что это скриптовый босс-файт, в котором все, блин, на скриптах. Здесь надо что-то сделать. Чтобы... Вот он поднимает ее, тварь! Почему меня, мои напарники, не поднимают так? Лови, лови, эту тварь! И эту тварь лови! Давай ему поднимать, может... Так я не могу все делать! Когда их двое, я один! Может быть, у меня для того и существуют напарники? Так, а ну перегруз в него, кастани. Ящик с аптечками Орг. Вы думаете, я вижу что-то! Это скример! Боже, как страшно, все на хоростримах ставят себе скримеров! Проблема в том, что ты не попадаешь в голову. Старайся наносить много урон и уворачиваться. Клон. Лучше меньше, чем три и 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 меньше, чем три. Что за тварь ловая длс про отпуск, нахрен? Где это Брукс? Как же клон хорош! Деклона панацелин 3! Панацелин 3? Так, можно восстановить хп, наконец-то! Я нашел аптечку, я не понял, как я ее нашел. Не понимаю, почему так сложный сочет. КРЧ, я бы понизил сложности. А сейчас, прикиньте, окажется, что мы на изи играем. Это будет рофл. Ну хорош, ну ну заколебал, ну не из ниоткуда прилетает, пустын, говно какое-то. Все на КД у чела, все на КД. Да вы рофлите, что ли? Я не понял, но... Да что за ерунда-то, ну? Это самый худший файт в истории человечества и гуманоидства. Всея, нахрен, вселенной. Это просто... Это самая несправедливая штука на свете. Здравствуйте. Как же Даниславич хотел именно этого момента. Ну куда ты ушел? Ну почему ты выставляешь щиты? Ну, у тебя есть хоть какое-то чувство. Блин, я не собрал пенициллинда. Бойня. Это донат красивый, тебе мы скажем за него спасибо. Так, надо забрать аптечки. Им были где-то тут. Где были аптечки? Вот они, мрази! Ах, ну что, ты что, прекрати? Аптечки разбросаны по локации. Пенициллин. Ты много раз мимо них... Да я уже понял, где она хотя бы лежит, но... Мистера так... Короче, попробую взять другую пушку. Я просто не понимаю. Ну я не взял нормальную никакую пушку. У меня все говно. О, попробовать дробояка, может быть. Ты чё? Ты чё, блин? Ты нахрен чё? Как же, мразь. Где ты, ублюдок? Где я, ублюдок, вернее? Где я беру эти пенициллины? Вот ящик пана... Целина нахрен. Да и чё, обойти его надо с десяти сторон. Так, ты тварь! Ты тварь, ты охерела просто. Так, ну-ка, всё в неё. Что у тебя есть? Перегрузку в неё. Сейчас я этой скотине покажу. Тварь! Тварь, вы мать! Си шопу! Ну, естественно, здесь клон нахрен сразу же нарисовался. Да уйди ты б... Ну, что это? Ну, а как так-то? Ну, как тебя бить-то? Ты объяснишь? Ну, он просто всё восстанавливает и стоит здесь, как гигачат вонючий. Прожми ты первую помощь-то, ну... Мы уже пытаемся не подпускать его к этой Брукс. Он чё, её поднял? Он её поднял. Вы прикиньте, просто пришёл, как гигачат. Поднял и ушёл. Всё. Консольщик проходит босс игры из двух тысяч. Я не консольщик. Я просто хотел поиграть на Иксбоксе. Я что, виноват, что не догадались сделать облачный сохранение в 2021 нахрен, когда выходила... Ну, ты ещё... Ну, это уже не смешно. Ну, всё бесполезно-то. Я не понимаю, а что делать-то? Просто какой смысл нахрен что-то делать, если я ничего не могу сделать? Чё в файте-то надо сделать? Твою мать. Просто продержаться, прожить. Что от меня требуется-то? Игра, блин. Ты можешь нормально сказать, что ты хочешь от меня? Победите клона нахрен. И что? Его невозможно победить. Чё за миссия? Победить клона. У него хилки орк. Я его уже десять раз убивал. Ну, хорош. Я недавно в компе играл. У него подписывал, сколько у него хилок. Я не знаю, как бы... Я, видимо, должен что-то сам придумать. Это что-то подписывать, что-то надо. Не, это точно не максималка. Так, перегрузка, допустим. Как я должен понять, сколько у тебя хилок? Ублюдок. Вот тебе слоу-моу. У меня в нем повышенный урон. Он такой, вот тебе слоу-моу, у меня в нем повышенный урон. Какая логика-то, я не понимаю, логика-то какая? Почему это произошло-то вдруг? Надо было его здесь бить или как это работает? Посмотри на себя. Что в тебе такого особенного, черт возьми? Почему ты, а не я? Потому что дружба. Мы тебя держим. Видели, типа он сосет? А все потому, что дружба. Что? Спасибо. Ну что она его кинула? Что с этим парнем? Ребята, ну я ренегат. Я не могу поступить иначе. В этом мире должен остаться только один. Аркадий. Ты. Вон с моего корабля. Да он все равно отрегетница. Ему бесконечное хп сделали. К счастью, они были недостаточно, Джо Дэм. Хотя, наверное, мне понадобится помощь Джеймса. Надо пробраться в отсеки. Дальк перегрузил систему охлаждения, стреляя по нам. Ради нашего спасения, мистер Шаттлман показал несколько фигур высшего пилотажа. Это круто, летать на чем-то более маневренном, чем Кодьяк. А как ты, Сузи? Я снова контролирую Нормандию. Спасибо, что интересуешься. Рада дослышать. Что с наемниками выжившие есть? Только один обгадившийся пилот, и она... Альянс забирает ее на объект особого режима. Может, она им о Цербере расскажет новых гадостей? Я буду более чем рада сотрудничать с руководством. Пока не сбежишь. Я сбегу? Но я не полевой агент. Ты половой агент. Просто замолчи, ты предала меня Альянс в самый разгар войны. Я была молода и наивна. Признайся, капитан. Ты будешь скучать по мне. Нет. С такого расстояния я не промахиваюсь. Уборщика в отдел шаттлов. В отсек. А, правда, думала, что она такая убежит, типа... Тряся задницей. И скажет что-то в духе. Ты будешь по мне скучать, и уйдет как стервозная такая, знаете, обворожительная девчонка. Нет. Остальные команды снаружи, капитан. О, мои хоумицы. А отпуск всегда так проходит? Да ладно, может, мы сможем выкроить немного времени. Без взрывов и прочего. Только для нас. Не знаю, что там насчет без взрывов, но только для нас звучит заманчиво. Ну вот, теперь DLC начинается. Теперь, наконец-то, чил. И чем займешься после нелегкого дня, посвященного сражениям со злобным клоном? Посплю. Пожалуйста, мы там вечеринку затеяли. Ладно, мне пора. Нужно еще разобраться кое с кем перед возвращением на тучанку. Лучше же все это совместить и разбираться в бодром настроении. Так, зовите меня, если захотите потусоваться или устроить вечеринку. До скорого! Вечеринка, ну... Никакого принуждения. Ладно, хорошая идея. Давайте устроим. Перевожу отдельные средства на ваш счет для приобретения всего необходимого для вечеринки, капитан. Ладно, Сузи, Кортес и Трейнер готовы. Что? Я также информировал доктора Тессони о возможных праздничных мероприятиях. Стойте, стойте, я хочу изменить список гостей. Ха, у этой штуки нет кнопки распригласить. Ладно, но когда придет время, я приглашаю остальных. Кортес пригласил Джеймса. Ладно. Ладно, схожу туда и посмотрю, что можно еще сделать, пока мне ноги не переломали. Члены вашего экипажа проявляли желание провести с вами время. Для вас оставлены личные сообщения в вашем терминале. Если вы ищете развлечений, в Сильверсон Стрип есть не только казино, но еще и галереи. Вам также был представлен бесплатный допуск к боевому симулятору. Спасибо, Глифф. Думаю, мне действительно нужно немного развеяться. Орк, теперь из-за тебя. Мне хочется в пятый раз пройти масс-эффект. Ну, простите. Может, мне тоже захотелось. Что, виноват, что ли? Так, Гирилл Эндрих позывал за Донейшн, Гримкэт. Благодарю за 10 евро. В чем проблема, Гримкэт? Так, стереосистема. Бахнем. Так, мне надо в терминал, да? Купить продукты для вечеринки. Погнали. В этом деле я мастак. Сейчас сделаем все не просто так. Сейчас мы зайдем в магазин. И там купим мы белых и красных вин. Вечеринка будет Эпик Вин. И на нее придет лишь только драма Квин. Кулер шумит. Иксбокс греется. Скоростной транспорт. Нижний этаж и бар. Куда же я? Алло. 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 Так. Где можно купить продукты? Может быть в баре? Или на арене? Или на лишних этажах? Все нормально. Я живу на вокзале. Все хорошо. Что-то он сказал под стрип клубом. Нижний этаж и Сильверстоун стрип. Туда начнем. Как туда пройти? Короче... Сюда, наверное. Не утверждите. Замок Аркада. Для Ренегата. Но я вам так скажу, ребята. Скажу как надо. Надо пройти туда нам. Ты сохраниться можешь, кстати? Да, надо сохраниться. Ты уже на нижнем этаже. Блин, а где продукты-то? Я что-то так привык к этим маркерам, что... Давайте почитаем квест, что ли. Так... Вечеринка. Соберите продукты для... Да где продукты-то взять? Откуда я знаю? Тут не написано, типа, Ашан, знаете, какой-нибудь. Блин, в баре... Ну, кто мог подумать, что в баре продают продукты? В баре продают продукты под видом услуги, а не под видом товара, понимаете? Что это за бар вообще такой пафосный? Шпыньк, шпыньк. Может быть здесь? Квазар. Нет, отстань. Нет, я не играю в азартные игры больше. Я не играю в азартные игры. Все, отстань. Я уже все понял. Эй, Олмс. Олмс, кто тут продает? Ты не в баре. Да я не понимаю, я же шел в бар. Почему вход в бар привел меня хер знает куда? Вот бар. А где бар? А, может, наверх? А где же... Бар? О, походу, наверх... Да я не... Ну, Сильвер Казино. А почему отметка-то бара стоит? Восемь, бар. Блин, а может быть тогда... А как пройти... Где лестница? Где лестница наверх? Сейчас нормально микрофон настроен? Все хорошо. Я просто сегодня поменял некоторые настройки. Подумал, мало ли... Вдруг что-то не так. Да блин, это опять казино! Иду еще выше. Черт его казино. Вот, это похоже на бар. Активировать, танцевать. Да мне не надо танцевать. Продукты где? Как можно вообще в баре купить продукты? Ну все, качаю все три части ЭМН. Надеюсь, доволен ужасный шейх. А вы не представите, чтобы установить третью часть, надо скачать как минимум первую. Потому что Legendary Edition. Я скрываюсь. С того момента, как мы справились с генофагом, одна работа и никакого отдыха. Совет на тебя насел? Нет! Куда этим пыжаколюбам? Нет, это... Это женщины Шепард. Они же снова могут давать потомство. О, понимаю его. Всех оплодотворять. Я не спал. Даже не знаю, сколько уже. Могу я вам чем-то помочь? И еще выпить. И еще пакет со льдом. Бедный чел, ему приходится спариваться со всеми женщинами, боже мой. А я думал, ты будешь наслаждаться последствиями. Наслаждаться? Да перед моим домом очередь из женщин до самого горизонта конца не видно. Мне пришлось бежать через окно в ванной. И даже после этого меня загнали в угол две женщины, летевшие с тучанки. А кроме тебя никого нет. Почему они не тянутся к остальным кроконам? Каждый из них хочет, что первые дети грядущих поколений были сильными. Я предводитель клана Урднот. Я победил генофаг. Каждый на тучанке нужен кусочек меня. Честно, Шепард, у меня нет сил, чтобы сражаться со жнецами. Хе-хе, чисто я, знаете. Все хотят кусочек стримера. Час, секунду. Разве это не главное? Они могли бы потерпеть до конца войны. Тебя никогда не преследовали женщины, Шепард? Никто из них и не думает сдерживаться. Хе-хе. Вот ваши напитки и пакет со льдом. Ну ты настоящее лекарство делал или фейк выпустил? Настоящее. Шо, блин, совсем шо ли это? Вон. Я еще думал, что процедуры падока были болезненными. Эх, ладно. Проклятие, Шепард. И не с таким справлялись, да? И все еще справимся. Верно. Ну, за нас. Чтобы мы снова справились. За это стыдно не выпить. Карбал! Это, типа, победа или смерть? А, лакторагар, Рекс. Знаю, такое. У тебя теперь семья большая. Очень большая семья. А-а-а! Еще льда мне! О, бедный Рекс, как я его понимаю. Бедный, несчастный Рекс. Эти женщины, когда их столько и в таком количестве. Это так сложно. Продукты для вечеринок всего за 100. А у меня 168 тысяч. Блин, надо было в казиноче посидеть подольше. Хер ли я, как лох-то? Всего пару ставок сделал. Уже подумал, что я обеднел. Прикто, обратил внимание, куда он все положил. Да, да. Обратил внимание. Ребят, да вы думаете, что я... Это что, мне не знакомо по-вашему? Так, сейчас надо вернуться обратно теперь, да? Смотреть продукты, пригласить друзей. Ну, наверное, пригласить друзей можно из дома. Не хочется верить. О, все-таки вспомнили, как можно спринтить. Только камеру при этом штырит. Капец. Разбежались дамы. Идет обладатель самой клевой квартиры в галактике. Новое сообщение. Все, я сейчас разошлем приглашение. Пум, пум, пум. Блин, в Хитмане съездил на Мальдивы. В масс-эффекте провел отпуск. Сейчас жизнь и не нужна, будто. Так, разослать приглашение. Картес приглашение. Варен Лышина. Пригласить Эшли. Пригласить. Пригласить Эшли. Конечно, пригласить. Блин, Миранду нельзя пригласить. Конечно, Гарутса пригласить. Грюнта. Грюнта не будем звать. Джек пригласить. Явика, конечно. Рекса пригласим. Всех пригласи, так будет веселей. Ну зачем нам звать Грюнта? Ладно, пригласим и Грунта. Да все, я уже пригласил всех. Гласить всех. Капитан, какого рода вечеринку вы хотите устроить? Я могу все подготовить для спокойных бесед, или вы предпочитаете более энергично провести? Энергично! Как-то поэнергичнее надо, и шуточек не хватает. Отличный выбор, капитан. Я поставлю лучшую клубную музыку и предоставлю крепкие напитки. Кроме того, я сменю свой внешний вид на более праздничный. Так, поехали. Жалко, что Миранда, конечно, нет. Но у нас есть вот этот скин. Привет, заходи. Не стесняйся, рад видеть. Спасибо за приглашение. Чувствуй себя как дома. Благодарю. А уж будь уверен. Общаться с гостями. Господи, смотрите, Джек вся в огне. Правильная музыка задает тон все вечеринки. Так, давайте по-туту всем Джек. Ничего нельзя с ней поговорить. Группа. А, можно говорить с группой. Как он уселся. Эй, Джепард, выпьешь? Да, спасибо. Как идут дела? Принеси меня еще через пять таких. Ну, я за это выпью. И найду ли я вас завтра утром на полу, леди? Надеюсь. Отлично, я приготовлю тебе на завтрак фермерскую яичницу. Спасибо, что устроила это. Мне и правда надо было расслабиться. Хотя бы на одну ночь. Думаю, мы все заслужили отдых. Это точно Кортес. За нас и за возможность передышки. О, как же они чилят. Смотрите, закуски там роллы нахрен. Роллы у них. А, боже. Как же, как же чилово. Роллы бы сейчас. Так. Не устою поражаться размером этой квартиры. Одного счета за электричество, наверное, хватило бы оплатить мой колледж. Или финансировать войну. Или сделать первый взнос за нового Атласа. Всегда мечтал о таком. Эти позы. Итак, Шепард, ты угощаешь нас этим пойлом, но сам не пьешь. Кто-то же должен отвезти тебя домой. Мы уверены, что Нормандия еще на месте? Может, ее снова попытались украсть? Твоя зубная щетка еще при тебе. Ничего страшного. Уверен, Сербери с радостью построят для нас ССР-3. Мы славно провели время на нашей старушке. Это правда. И некоторые больше других. Для меня честью было пробиться в вашу компанию. За Нормандию. Здесь очень мило. Я не часто провожу время с другими вот так вот. Как друзья. Рады, что нам это удалось. Привет, я тут пытаюсь общаться, хотя у меня это не очень получается. Ты любитель больших вечеринок? Нет, они мне нравятся. Если я всех знаю. Но некоторые из твоих друзей вошли в легенды. Не могу же я просто так это. Чисто я на вечеринках. Вот это квартира. Смотри, водопад. Привет, Джеймс. Тебе весело? Ну, я расслабился, но насчет веселья... Думаю, мой выпускной в детском саду был круче. Очень смешно. Да не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Ты не знаешь, что в том водопаде вода теплая? Или холодная? Хочет поссать в мой водопад? Господи, я теперь за эту квартиру как за свою собственную переживаю. Знаешь, почему Цербер проиграет? Из-за демографии. Они нанимают 20-летних парней, у которых нет личной жизни, и те из кожи вон лезут, работая на них. Эти позы. Знаешь, я скучаю по тем дням, когда Цербер был настолько некомпетентен, что это было просто смешно. О каком вы в временном периоде, так говорит, Джеймс? Привет, капитан, это снова Цербер. Мы тут изучали Рахни, они сбежали, ну и перебили всех наших ребят. Вы нам поможете? Да, трупов после себя они тогда оставили изрядно. Правда, трупы в основном. Да. Верно, однако Цербер успешно вернул к жизни Шепарда. А разобравшись с коллекционерами, я порвал с Цербером. Ну и начал убивать их ребят. И за это мы тебе благодарны. Джефф, ты не забыл, что я тоже проект Цербера? А, чёрт. Да, Джек, у тебя никаких шансов. Сузи теперь моя. Ну что, Сузи, готова к плохим чё-то там? Я думаю, вы имели в виду примеры плохого человека. Так, небольшой совет. Исправлять грамматику — не лучший способ поддержать разговор. Привет, капитан! Так странно видеть здесь сразу всех. Думаешь? Ну, странно, но приятно. Хорошо, что наша жизнь состоит не только из борьбы со жнецами. В общем, спасибо, что всё это устроил. Постараюсь никого не смутить. Так, мирандочки не хватает. Это мой кабинет. Блин, прикиньте, такая стримерская. Вот я такой сижу нахрен. Вот тут у меня статистика по донатам постоянно крутится. Такая, знаете, денежный какой-то этот. Кавива лент. Вот здесь горит очаг. Здесь уголок, где можно отдохнуть, когда сгорел на трансляции. Красота. Но братья и протеан проходили совсем не так. Мы говорили о будущем и сдавали почести. А кто из вас сильнее? Ты или Кроган из пробирки? Что, пропустил? Ротеанин интересуется, кто победит, если мы с Рексом подерёмся. Это хороший вопрос. Ничего подобного. У нашего малыша-пожака нет ни единого шанса. И слушай этого старика. Но сейчас он может справиться максимум со стаканом тёплого молока. Хе-хе, у меня и блохи-то больше, чем ты, сосунок. Этот разговор ничего не доказывает. Есть только один способ это выяснить. О, вечеринка в самом разгаре. А, пошло веселье. В другой раз, ребят. У меня нет времени покупать новую мебель. Ну вот, а всё так хорошо начиналось. Да, повезло тебе. Напоминает логово коры. Давненько я там не был. В моём цикле большие компании в одной комнате при атаке могли понести много потерь. Нам надо быть осторожней. Интересно, а в баре нет чё-нибудь покрепше? Здесь много вещей, которые можно поломать. Хорошая может получиться вечеринка. А что за музыка? И какая-нибудь клубная лобода. Лобода? Ну, мы её кэш звали, но... Не пришла. Так. Через 50 тысяч лет об этой вечеринке никто не вспомнит. В чём же смысл? Блин, он такой умный. Жесть, как же он задаёт вопросы. Поговорить? Капитан, ваши гости становятся шумными. Вам нравится эта атмосфера или мне её изменить? Веселье только начинается, не будем его восстанавливать. К вашим услугам, капитан. Чил. Так, что тут у нас? О, что? Чё-то уже в махачках. Худшая планета, которую я могу от этого выбрать до войны. Тогда Торито. Да. Чё, парни, у вас тут клуб спорщиков? Да и не беспокойся, мы отлично правым временем. Значит, у тебя под креслом пилота, нет, даже пистолета. Шкафчик с оружием на мостике. Оружие, до которого ты не можешь добраться, не считается за оружием. Когда ты последний раз упражнялся в стрельбе? Ещё до того, как моим пилотом был смертоносный робот. А что, если тебе придёт спасать Сузи? Недопустимо. Упражняться нужно постоянно, пилоты тоже воины. Знаете, что это такое? Это случай, требующий срочного вмешательства. Парня надо заставить пострелять по мещениям. Вот именно, тренировка в тире тебе не помешает, верно, капитан? Ты не заманишь меня в тир. Мой уровень тестостерона и так достаточно высок. Я пилотирую военную машину, не забыл? Поддержим Кортеза, мы выпиливаем Джокера потихоньку. Джокер, ты меня удивляешь, а как же атака коллекционеров? На мостике тоже может быть опасна. Да это штука доказывает, что я прав. Если бы я тогда выстрелил, меня бы прикончили. Настоящее оружие — это твой мозг. Уберёшь его, и ничего не останется. И всё же в суши-баре мне не помешала бы помощь. Знаешь, на цитадели есть тир. Вот уж нет, максимум тир, если мы вообще про это не забудем. Может быть. Но не тогда, когда я пьян. И не с похмелья. Похмелье — идеальное время для тренировок. Каждый громкий звук делает тебя злее. Договорились, Кортес. Если ты будешь в состоянии отвезти меня туда, я согласен. Но сначала ты должен сразиться со мной. Рюмка на рюмку. Так, всё, нет. Только не с Кортесом. Нет, уходи. Что там, пригласить? Как тебе тут дела? Вам сюда не идти. Да, дело хорошо. Вижу. Кто-нибудь интересный пытался к нам попасть? Вообще-то нет. Убирайся! Пошёл вон. Может, я сам попробую это решать? Ладно, но хочу предупредить. Там настоящий бардак. Не может быть всё настолько плохо. Алло? Это Шепард! Боже мой, не могу поверить! Это правда вы! Грюнд? Так держать. Есть. А теперь я уже говорил. Нет, пошла отсюда! Да, люблю пироги. Нет, ты не можешь войти. Вот, господи, точно! Вот так я буду ещё всем отказывать на своей вечеринке. Вот такие, о, такой крутой! Нужно попасть к тебе на вечеринку. Вот такая, ха-ха! Почему никто не блюёт ванной? Это нелогично. Специалист Трейнер, могу задать вам вопрос? Так. Воу, как она сидит. Что у вас случилось? Я спросила специалиста Трейнер, почему она считает мой голос сексуально привлекательным. Однажды вы заявили, что, цитирую, хотите прижать мой голос к стенке и пройтись языком по его ключице. Ну, это же вырвано из контекста. Ты тогда говорила о квантовой запутанности, а я же не знала, что ты и... В любом случае, я просто шутила. Знаешь, усталость от модификаций и... В самом деле, мои сенсоры говорили о том, что вы находились в состоянии возбуждения. Сенсоры? Сербер запрограммировала тебя на чтение языка тела? Я получаю более надежные результаты, измеряя расширение зрачка и температуру эрогенных зон. О, господи. Боже, тогда... Тогда, когда я к ней подхожу, она, наверное, вообще охеревает от температур моих зон. Я была заинтересована способностью трейнера развить чего-то там... Сексуальный контакт. Вы все ужасны, Сузи. Я извиняюсь за то, что сказала, что хотела бы покувыркаться с твоим голосом на атласных простынях. О, вы меня вовсе не обидели. На самом деле, я была... Польщена. Даже той частью, где я хотел схватить твой голос за волосы и пройтись губами до самого низа... Честно говоря, я не помню, что вы говорили такое, Саманта. А, это я вслух не сказала, да? Тогда забудь. Господи боже. Так, а ешь ли где? И Джек. И дроу, Джек. Вот джекамбэк, но ума, но ума, но ума, но ума. А че орка за сейф? Тали жива, кстати, где Тали? Может, реально кто-то в туалете блюет? Мы же не могли забыть Тали. Мы вроде позвали всех. А где Тали? А, на балконе. Блин, у меня еще балкон есть. Нет, Тали есть. Это сейф, где она жива. Хватит со мной спорить. Хватит спорить. Что, спорить? Это спорить? Зачем? Почему нельзя, блин, взять и... Так, я нихрена не... А, вот. Конечно, биотики мощные ребята. Ты просто скажешь, что они не так впечатлили. Скажите, а Тали-то где? Что у вас тут происходит? Все хорошо? Конечно, Шепард. Джеймс рассказывал нам, как физическая сила превосходит биотику. Серьезно? Ты решил затеять этот спор? Послушай меня, капитан. Биотики сильны, но ненадежны. Все это время восстановления. Мне не нужно восстановление, здоровяк. Над физической формой надо работать. А биотики вынуждены довольствоваться тем, что есть. Он шутит. Верно, Джеймс? Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Ладно, ладно, может, тут действительно дело не в тренировках. Может, это все просто особенности неповторимого... Неповторимого Джеймса Беги. Как думаешь, Шишли? Лиара? Смотрите, этому парню не нужно время восстановления. Чем горячее, тем лучше. О, боже. Показали-то всех, но не прошла квест, когда она в отряде присоединяется, поэтому и не будет. Серьезно? То есть мы могли забить хер Натали на эту чертову и просто Миранду пригласить? Загрузив тот сейф, где у нас Талли умерла, а Миранда есть? О, боже, а нахера мы все это делали? Боже, все зря было. Джеймс, тут не о чем говорить. Ясно, что биотики выиграют. Они же обуздали темную энергию. Ну, ладно, я тебя понял. Оглянись вокруг, этот спор тебе было не выиграть. Хе, тупица. Иногда выиграл, иногда проиграл. Хе, тупица не простили за вечеринку без стали. Ну, ее и так нет, она не пришла. Потому что вы скажете, что мы не сделали ее квест, и за это она не пришла. Вот мстительная зараза вообще. Ирич, нам надо было всю игру завершить до концовки идеально. Всем сайды сделать. И тогда они все пришли на вечеринку. А мы как лохи опять. Чат мы, и не я один. Капитан, ваши гости прекрасно проводят время. Чем мне следует заняться теперь? Танцы! Давай сделаем музыку погромче. Очень хорошо, капитан. Мне редко предоставляется возможность использовать свои функции подпрыгивания и кручения. Мне кажется, мы делали квест на сестру Миранды. Два года назад, когда проходили. Воу-воу! Что тут за... У-ху! Так-так! Под эту музыку. Операторская работа. Так, что тут можно потанцевать? Это точно! На, капитан на палубе! Что ж, энтузиазма ему не занимать. Это надо записать и передать жиднецам. Они либо в ужасе сбегут, либо расплавятся, либо влюбятся. Хорошо, что некоторые вещи никогда не меняются. Мне нравится, капитан. Хорошо, что время от времени ты позволяешь себе пойти в разнос. Спасибо вам всем за верность и поддержку. Это тимбилдинг. Тимбилдинг. Мда. Такс, а тут... Да что он клеится к моей Сузе? Иди ты в жопу. Зузи? На социальных мероприятиях, таких как это, принято танцевать с друзьями или любимыми. Ты потанцуешь со мной? Эх, чтобы я на это пошел, требуется нечто большее, чем вежливое предложение Сузи. У меня есть записи того, как ты говоришь во сне. Из них получится замечательный ролик для экстранета. Блин, это нечезно. Сузи, братан, я готов потанцевать с тобой. Ну что, он не хочет чтобы танцевать, да? Привет, Шепард. Нет, не хочет. Зато я хочу. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. хотя серьезно не стоит когда может тебе стоит потанцевать все остальные танцуют же никак не отпустит я к танцующим джокер не дает вперед не серьезно на плена ладно сынок разговаривать с ремонтиком видеокарты что за звук происходит опять эльгато я посмотрим оба же windows так что началось за счет за счет вдруг то случилось с тобой супер странная херня на если мы выведем узоров летя это по ходу реально эльгато я тут вообще ничего не делал не на стороне чего-то другого так ладно перри втыкаем сейчас к верну сперва так даб степ пожалуйста вы а а а дарашь что именет иксбокс что ли генерит может это ты алё алё алло шуток это походу иксбокс сейчас вы дождите эффект выйти а это вас эффект даже не xbox за счета в самой игре перештырила что как я ловлю эти баги вообще так то есть прикиньте это даже это звуки жнецов новые эта игра это не льга ты не xbox не windows игра что у вас шо у вас тут шабар не он шел куда бы застрелять я вижу не волнуйся на круганских вечеринках такой сплошь и рядом встречается и все же мне как-то не спокойно наверное лучше пойду как же эти челы веселятся господи эти зануды все колбасится зануды стоят здесь причем вроде вроде качок да но самый занудный обычно уж что что вроде кол занудство я я скачками не ассоциирую занудство только если речь идет про правильное питание шепард что случилось доказываю свою точку зрения думаю джимс внезапно проникся уважением к биотикам ты в порядке джеймс на это классно у меня просто кайф во всем теле тебя это расслабляет ну вроде того помимо всего прочего не рада что ты проиграл этот спорт джеймс когда моя очередь осторожнее после окончания вечеринки мне уже нам будет помощь ладно вы повеселились теперь отпускайте меня да ладно давай потанцуем река шт� на донат ваша дорогой враг подскажи один стример хочет подключить вторую видеокарту в свой кудахтер и с нее запускать об с тем самым снизить нагрузку на его основную видеокарту что думаешь это норм этот стример это дмитрий бэйл я вчера заходил на его стрим он там блин кадры где мои кадры у меня теряются кадры а все почему потому что 23 был сидит такой и думает я блин это значит запущу короче не оптимизированную игру в 4к запущу стрим с того же компа и такой ой а что происходит почему у меня вдруг тормозит стрим я не знаю у меня была мысль добавить вторую видеокарту ради того чтобы переставить кодировщик на нее но гуглил на эту тему и понял что есть определенный с этим геморрой и я не уверен что он того стоит поэтому проверять эту гипотезу я не стал 2 пока сетап лучше что можно придумать на чувство то происходит друзья да ничего правда у нас все хорошо шепард лейтенант вы что хихикаете поддержать интрижку вижу вы тут хорошо время проводить извините что помешал пойду посмотрю как там глиф или что-то вроде этого увидимся шепард блин да у меня тут столько кроватей что пожалуйста только просто не постираете потом лишь что-то одна танцуешь иногда бывает приятно не сдерживать себя я сама собой разговаривал похоже что так шепард не знаю бравли я на покажу твои напитки начинают действовать для ара всегда была такая синяя в туалет порк ты ботов убрал до сидел до этого с ботами стрима вот лох был просто люди приходят на всякую херню она величайшие шедевры никогда не при берем то порядке 5 кредитов замечательно спи дальше это какой-то секс мод это он а делаем общее фото и ребята идите сюда на минуточку делаем фото отличная мысль ну а быстро разошлись ребята за нас готов глиф пожалуйста внимание в эту сторону хорошо все скажите нормандия блин так обидно что мы не собрали тут то ли миранду самару их пойдем посмотрим кто еще проснулся ядрить а чё это такое еще блин в кровати бухал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 бутылок то выжарал лежа на кровати к сумме к сумме к сумме у меня к сожалению во второй части сдохла к сумме мы бы не собрали я ведь пришло время принять власть над галактикой преклонитесь бред я реком мне изнился сон прошло 50 тысяч лет мне было страшно я был один примитивные формы эволюционировали и правили галактикой ларианцы турянцы и азария среди них была эта лиара у меня были такие глаза и голос она была синяя нет это просто сон запах примитивных форм это был не сон мы ничего прошлой ночью не сломали может тебе нужно что-то откалибровать опять он калибрует ладно ладно может пора заканчивать с этим словом но только если лиара прекратит говорить клянусь богине клянусь богине никто не чай. Я бы выпила чаю. В квартире сейчас кажется так тихо. В квартире сейчас кажется так тихо. В квартире сейчас кажется так тихо. Хорошо, что у тебя есть гостевые ванны. Лиара целую вечно занимается своими волосами или как она их там называет. Так, Грюнт помылся, видимо. Тебе ведь то же самое на голове, Гарус. Не-не, у него-то откалиброванная прическа. О, агрил турник. Эй, дерьмоу выглядишь. Знаешь, что самое клевое в перекрученном биотическом усилителе? Никакого похмелья. О, мне бы такую штуку. У обычных биотиков бывает похмелье. Я могу пить дорвоты, а на утро как огурчик. Хорошо повеселились. Вы ребята от меня даже не слишком отставали. Привет. Привет. Да. Хочу такой же себе чип. О. Шепард. Оно теперь как новенькое. Шепард? Господи, всегда, всегда после вечеринки какой-то чел уже стоит и что-то готовит на завтрак. Так, чё, а кто яйца будет? Эшли, будешь яйца? Я уже их пробовала этой ночью. Давай, Эшли. Рекс, дружище, яйца? Явик, друг мой, попробуй яйца. Кто-нибудь ещё? Гарус, ты же знаешь мои яйца. Шепард, доброе утро. У тебя найдётся пол, на котором я бы прилегла. Не так громко. Привет. Шепард, яйца? Что он ко всем-то подкатывает свои яйца? О. Что ты тут делаешь, а? Небось, щётку стащила. Я же прошлой ночью ничего такого не делала. Правда? Я сейчас смотрю в экстронете. Пока ничего. Может быть, последняя часть мне привиделась. Хотя я почти уверена, что нас кто-то записывал. Наверное, мне надо поговорить с Сьюзи. Или, как вариант, не разговаривать с Сьюзи больше никогда в жизни. Это не моя вина. Меня споили. Эй. Эй. А где Сьюзи-то? Где она? Чёртов Джокер. Где Сьюзи? Эй, капитан. Ну и ночь. Зато меня ни разу не вырвало. Горожусь с собой. Если бы все ещё так не орали, было бы вообще замечательно. И не хлопали бы дверцами. И топали бы. И думали бы потише. Но было весело. Капитан. Да. А теперь у меня твоя фотка. Давненько не пил крепкого. А оно сейчас очень к месту. Когда тебе за 700? Начинаешь за такую ночь расплачиваться утром. За 700? Может быть, за 25? Уже. Хотелось бы, чтобы это так долго подкатывало. Так, с твой неинтересно говорить. Идём к ней. Ночью заходили соседи, жаловались на шум. Я убрала их тела в мусоросжигатель. Это была шутка. Больше докладов нет. Рекомендую вам позавтракать. Доброе утюж, а портках спалось. Нет, я думал, что все эти текилы с Джеймсом подготовят меня к вчерашней ночи. Какая ночь. Жаль, что она так быстро кончилась. Все, больше ничего получается. Тут не посмотреть, не потыкать. Эх, Миранда. 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 Моя Миранда. Почему на второй этаж не ходит? Мы уже всех посмотрели. У нас, к сожалению, больше никого нет в гостях. И с кем Шепард спал? С Яриком? Скажи, Шепард хороший. Долг зовет, да? Несмотря на похмелье. Война еще идет. А вдруг жнецы тоже сейчас празднуют? Боюсь, что нет. Собирай экипаж, выдай всем по аспирину и передай, что я жду их на Нормандии. Будет сделано. Ладно. За дело. Ну, хотя бы повеселились. Может, в последний раз. О, надо эту миссию делать перед финальным квестом. Это будет супер душевно. Имеешь в виду последний до тех пор, пока ты не надерешь жнецом задницу, да? Жду не дождусь, во что ты нас еще втянешь. Это был хороший полет. Ну, лучше не бывает. Пьяные оргии — это не полет. В смысле? А вертолеты были как настоящие. Все, получается, прошли. Дилси. Капитан Адмирал Андерсон. Опять работать, опять спасать галактику. Такой был хороший отпуск. Блин, ну, прикольная Дилси. Прикольная. Как же босс-файт был лютый. Босс-файт был лютый, люто непонятный. Но вроде даже амогусы, предательство, внезапные твисты, клон. И, конечно же, наконец-то, гребаный отпуск. Вот. Жалко только, что да, надо было бы в идеальном мире всех собрать. Это, конечно, не то, чтобы сильно повлияло. То есть, в целом, мы все равно получили нормальный, я считаю, экспириенс. Только та ли, тварь, не пришла? А мы ради нее загружали этот сейв? Ради нее, блин. Загружали этот чертов сейв. Вот ради тебя, нахрен. Что, сложно было прийти на вечеринку? Мы, 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 планета, наш народ. Народ. Капец, такая подстава. Такая подстава. Чего она не пришла? Да потому что мы с ней и квас не сделали, а она злопамятная. Чего это вообще за дела? Как это можно? Народ. Да, народ. Там перед вечеринкой можно мини-квесты, встречи делать с напарниками, не то же забавное. Это как мы с Рексом сейчас встретились. Короче, да, надо было грузить последний сейв и делать с Мирандой. Я думаю. Но, ладно. Ничего. Все равно они плохо получились, род душевно. Такие квесты, это всегда хорошо. Это всегда душевно. Да-да, новый месседж. Так что, что тут можно сказать? Да нефигня, бесполовина команда. Да пошел ты в жопу, иди ты нахрен. Все. Что такое вообще? Все фигня. Говорю, нормально прошли? Он говорит, нет, фигня. Нормально поиграли, нет, фигня. Что фигня-то? Фигня. Вот тебе фигня. Что тут вообще? Что тут за ерунда? Сижу такой, блин, классно это. Вы играли. Отличные эмоции. Где херня? В смысле херня? Чел. Я решаю, нормально посидели или не нормально. Потому что, блин, я же решаю для себя. Нормально вы посидели или не нормально вы посидели. Не согласен равно бан. Не 1984. Причем тут не согласен. Так. Урка его пожалел всего на пять с половиной месяцев за байт. Конечно. Урка, ну и чат тоже решать. Нормально посидели. Вообще нормально посидели. И с чатом нормально посидели. И без чата нормально посидели. И все нормально. Все замечательно. Все прекрасно. А самое главное, самое главное, что, что Даниславич доволен, наверное. Даниславич сейчас такой. Да не фигня, полкоманды не было. Ну уж, да, и всю команду, это мне надо вторую часть запускать, перепроходить, чтобы косуме спасти с доктором. Потом, короче, сделать все квесты в третий, чтобы все были довольны мной. Чтобы Мирандочка пришла, чтобы эти все приперлись. Короче, немножко выглядит как, конечно, достижимый челлендж, но немного такое, знаете, уже безумный. Или скачать сейф на ПК. Ну, можно и сейф на ПК, конечно. Господи, они до сих пор играют в Ремнант. Просто жесть. Прикиньте. Финал Ремнант. Финальный босс. Ну что, подрубили стрим на одного босса? Доктор бессмысленно спасать, он умирает в любом случае. Ремнант класс. Ремнант крутой, но его не смотрит никто у меня. Так. Ладно. Короче, пойду, наверное, перекурю полчасика, потому что через полчаса мы у господина... Сейчас, как там это? Во. Да. Вот. Чать я вам подсветил. Короче, у господина Донской Сити будем на подкасте. Я буду, в смысле, на подкасте, на его... Вот, через полчасика тоже посидим, там что-то потрындим. У него такие душевные беседы о всяком разном. Поэтому приходите туда, на его канал, чтобы послушать. Если хотите чем-нибудь занять эфирчик, родной отдыха когда-нибудь будет. Ну, вообще-то уже нарезка есть. Ребят, ДХ будет, но есть вещи и поинтереснее, чем ДХ. Даже если вам кажется, что ничего нет интереснее ДХ, для нас есть вещи и поинтереснее ДХ. Простите. Всё, тогда отправлюсь к Хайверу поплавать в его днище. Не знаю, он играет в сабнафтику. Это вода. Надо какую-то максимально очевидную тупую шутку. Типа, о, там второй кадалорка. Или, о, или, о, о, не знаю, ой, Хайвер на дне, как обычно. От зарождения жизни... О, гениально, ну а что? Повышаю тебя до модератора. Короче, пишите. Пишите ему. От зарождения жизни в морской глубине. Всё, вот это. Вот эту фразу. Так что сейчас придёте к Хайверу и пишите. От зарождения жизни в морской глубине. И всё. Только вот это. Так, всё, через полчасика у Донской Сити буду. А так завтра увидимся на ЛС, который я надеюсь, что подготовил. Надеюсь, что всё получится. Потому что планы наполеоновские. Но вопрос, получится ли... Вернее, пойдёт ли всё по плану, вот это, конечно, не очень предсказуемо. Но надеюсь, что будет хорошо. Всё, всем спасибо большое, Даниславович, спасибо за заказ. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok